У нас сегодня с вами лекция Lightroom для фотографов, основы обработки. Я сразу же скажу, что в целом мне сложно читать совсем основы, потому что я уже очень много лет стараюсь как-то более углубленно все делать, но поскольку я не знаю, какая аудитория, какого уровня я собралась, я, соответственно, постараюсь, так скажем, дать и нашим, и вашим, чтобы и тем, кто, так скажем, более продвинут в обработке, получил какую-то информацию, и тот, кто менее продвинут, только там, к примеру, сталкивается с Lightroom, мог тоже для себя вынести очень много что хорошего и интересного. Вот так, ну, парочку слов о себе. Я, если честно, не очень люблю о себе рассказывать, расскажу, что ключевые какие-то вещи, и вообще, в принципе, вот, видите, я тут еще молотый, горячий, с длинными волосами, любимая фотка. Я преподаватель, но в первую очередь я фотограф, то есть моя жизнь состоит как раз-таки из-за того, что я произвожу фотографию. Я не рассказываю, не показываю, не объясняю, как работает фотография. То есть я в меньшей степени преподаватель, в большей степени фотограф. Из-за этого у меня очень большой накопленный опыт именно практической работы с различными конвертерами, программами и так далее. То есть вообще, в принципе, все, что касается фотографии, это вот, ну, как бы, это мое. То есть, и, соответственно, многие вещи отточены просто годами. Поэтому то, что я вам буду сегодня рассказывать, оно может быть в какой-то мере показаться странным, в какой-то мере, может быть, оно будет расходиться с тем, что говорят, может быть, какие-то другие профессионалы на YouTube, к примеру. Соответственно, каждое мнение имеет место быть, просто мое, оно сложено уже, скажем, годами. Мои способы работы и мой взгляд на работу в целом. Вот. Кроме того, хочу сказать, что, в принципе, как бы, вообще, чтобы обработать что-то хорошо, нужно снять что-то хорошо. Вот. Поэтому, когда кто-то вам, может быть, там будет говорить, я не знаю, может быть, кто-то не собирается быть профессиональным фотографом, а может быть, кто-то, наоборот, такой думает, может быть, не бросить все и пойти в фотографы. Вот. В общем, в любом случае, что бы вы не снимали в своей жизни, я вам сразу же скажу, что лучше снять так, чтобы не нужно было лишний раз обрабатывать. И сразу же скажу, что если ваша картинка без какой-то излишней цветокоррекции, а сейчас очень модные вот эти все фильтрики в Instagram, всякие пресетики для Lightroom и тому подобное, люди продают их за баснословные деньги и так далее, я могу сказать, что если ваша фотография не стоит ничего без пресета, значит, ваша фотография не стоит ничего. Это может звучать очень грубо, но в первую очередь нужно думать над содержанием фотографии, а не над тем, как вы какой пресет на нее накинете, и она вдруг заиграет новыми красками. Вот. Поэтому, друзья, в первую очередь нужно всегда смотреть именно на это. Вот так. Ну что ж, давайте я начну, в принципе, с небольшого рассказа про Lightroom. Это очень коротко для тех, кто только вообще пытается понять, что делать вообще с Lightroom, где его взять. Я думаю, что многие из вас прекрасно понимают, что есть очень много интересных таких сайтов, где можно найти различные программы совершенно бесплатно. Ну вот, там все умеют пользоваться поиском, но я вас агитирую к тому, что если вы, в принципе, собираетесь работать и как-то, может быть, связать свою жизнь с фотографией, а может быть и нет, может быть, просто как хобби, я настойчиво советую все-таки использовать легальные продукты по той простой причине, что они обновляются постоянно, у них появляются новые какие-то функции, и я регулярно встречаюсь с тем, что люди мне задают вопрос, а вот как вот вы так сделали? А я такой, ну вот, просто берешь и делаешь, а у меня такого нету. Ну как бы я понимаю, почему у человека такого нету, значит, он просто где-то его скачал. Ну вот, поскольку торренты все-таки не обновляются так быстро, вот, как это делает тот же Adobe, поэтому если возникают какие-то вопросы, то где взять такую функцию? Скорее всего, вам просто придется пойти и купить какой-нибудь план у Adobe. Ну, в смысле имеется в виду тарифный план, не тот план, что вы могли подумать. Ну вот, в общем, соответственно, здесь есть две такие разновидности. Давайте открою вот программку Creative Cloud. Эта вот программка устанавливается тогда, когда вы покупаете лицензию, и, соответственно, у вас есть тут различные варианты Lightroom, можете найти, и сразу же любой новичок сразу же озадачится. А что же с этим делать-то вообще, с этими Lightroom'ами? Потому что вот Lightroom'а есть, да, видно же, да, вот, да, хорошо видно. Вот Lightroom' есть, вот Lightroom' есть, вот Lightroom' есть. Ну ладно, здесь еще можно как-то разобраться. Здесь Lightroom Classic, здесь Lightroom Classic, но другой версии, более свежей, которая, кстати, вот не ставится на мою Sierra. И вот есть еще Lightroom. И очень многие бегут сразу же скачивать вот этот вот Lightroom. Друзья мои, вот этот вот Lightroom, он имеет, так скажем, онлайн-версию. То есть это тот же самый Lightroom, но онлайн. Он сделан был для того, чтобы продать вам дополнительные услуги. Я об этом говорю сразу же, чтобы вы понимали, что хотите ли вы с этим связываться или нет. Я, например, попробовав, я сразу же могу сказать, что я не хочу с этим связываться, потому как мне проще хранить все мои файлы у себя на жестких дисках, потому что, ну, как бы, если они у меня, значит, они у меня. Вот, в общем, имейте в виду, что это онлайн-версия. Онлайн-версия, как заявляют, она работает на мобилах, iPad'ах и, соответственно, лэптопах, да. Это, конечно, очень хорошо и очень многих прельщает, но я бы все-таки советовал, ну, это мой взгляд на данную вещь, советовал работать с классической версией Lightroom, то есть та, которая ставится у вас на ноутбук или там на десктоп, то есть на настольный компьютер, и, соответственно, уже вы работаете со своими жесткими дисками, не отправляясь этого дела в облако. Почему? Ну, во-первых, как я уже сказал, что компетенциальность, если вы вдруг работаете, то этому имеет место быть. Для меня это в первую очередь важно. Второе. Вы не сможете запустить Lightroom, если у вас нет подключения к интернету. То есть вы прям вот можете на этом озадачиться. Когда вы попробуете… Нет, хорошо, если ваша там учетная запись, например, все нормально, она у вас осталась, он не попросит вас перезайти, то, конечно же, как бы можно будет продолжать работать дальше. Но все равно для любого чиха вам понадобится интернет. Мы, конечно, живем в век интернета, и прям все везде и всюду есть интернет. Даже здесь вот хорошо сидишь в лекции, есть интернет, классно. Но проблема вся в том, что когда что-то случается, а такое бывает, вот, а вам нужно срочно зайти, я столько повидал, работая на различных форумах, как люди не могут зайти в Lightroom, просто потому что интернет не пашет. Вот. И как бы и все. И все сидят, вся аудитория ждет. В общем, не очень приятно. Связываться с этим всем делом, не связываться, я не знаю, решать вам, но предупредить вас я был обязан. Вот. Плюс они предлагают облачное хранилище, соответственно, чтобы с вас потом брать за облачное хранилище деньги. Вот. Это прям как бы такой, их стратегия продаж, я бы так сказал. Поэтому мой совет – классическая версия. Имейте в виду, что они есть различные тарифные планы. То есть, в принципе, за 644 рубля в месяц, плюс 20% НДС, не такая уж большая стоимость, ну, как, в принципе, два бокала пива в любом баре. Вот. Это вот. Мне, например, как для фотографа, это вообще, ну, очень, ну, крайне дешево. Мне очень смешно, когда кто-то из профессионалов пытается до сих пор что-то скачивать. Вот так. Хорошо, друзья. Ну, это такое вот… Вот, чтобы вы разобрали, что такое Lightroom Classic и что такое Lightroom просто. Вот. Запомните, что Lightroom Classic – это вот то, что я бы рекомендовал работать, классический Lightroom, как с ним, то, что, в принципе, вам потребуется. Вот. Хорошо. Давайте откроем уже Lightroom и начнем. Сразу же, сразу же, когда открывается Lightroom, он открывает либо, либо какой-то последний проект, или же, если у вас проекта никакого не было, он вам задаст вопрос… А, нет, он просто откроет дефолтный проект, то есть он просто будет пустым. И в нем очень многие начинают сразу же работать, то есть он хранится где-то там в закромах компьютера, непонятно где, и каждый новичок, абсолютно каждый, прям 100% начинает сразу же в него закидывать фотки и пытаться что-то с ним делать. И начинает к этому делу привыкать, и потом у него в этом дефолтном каталоге лежат все его обработки, все, собственно говоря, наработки, вся каталогизация, и в какой-то прекрасный момент винда слетает, приходит, нужно будет все переустановить, вот, приходит знающий парень, вот, к вам домой, ну, или там к парням никто не приходит, они сами справляются, вот, переустанавливают винду, и тут раз на тебе ты такой устанавливаешь lightroom, а у тебя опс, и всех каталогов нету, то есть, вернее, как всего каталога нет, всех фотографий нету, они есть только в виде необработанном на жестком диске, и как бы все очень тяжело и грустно, как же так, я столько лет трудился, нарабатывал себе фотографии, эти все обрабатывал, все было красивенько, а теперь все сломалось, почему? Дело в том, что самое первое, что необходимо сделать, это создать каталог, и вообще, в принципе, нужно взять себя за правило, каждую съемку создавать новый каталог, это правило. Для чего? Дело в том, что создавая каталог, под каждую съемку, вы можете потом легко и с удовольствием разобраться, какая съемка от чего, где она лежит, и переносить в архив вместе с каталогом. Звучит сейчас очень сумбурно, очень смутно, но сейчас я поясню на примере. То есть, я захожу в файл, в new каталог, и, соответственно, он мне задает классический вопрос, куда же мне тебе его сохранить, старче? У каждого, наверняка, у каждого человека, прям вот у всех, кто создает какие-то фотографии с помощью различных каких-нибудь устройств, есть папочка фото. И в этой папочке фото лежит все, день рождения Маши, ДРС Саши, поездка в Турцию, там еще что-то, и все вот в таком вот кавардаке, все в полном раздрае. Да, знакомая ситуация, да? Нет? Я думаю, что у всех такое было, и даже у профессиональных фотографов тоже частенько такое бывает. Вот, но обратите внимание, вот у меня папочка фото, да, вот, соответственно, в ней лежит несколько моих съемок, ну вот, и они имеют определенную структуру, то есть, в них есть определенная иерархия. То есть, я всегда для каждой съемки создаю новую папку и поясняю, что и чего эта папка. То есть, каталогизация — это основа основ для любого человека, который занимается фотографией в принципе. Вот, поэтому создадим, соответственно, папочку, которая относится к нашей сегодняшней лекции, 2020, что у нас там, 02, и число 19. Вот, соответственно, назову его lesson и создам. И уже в этой папке, соответственно, в этой папочке, которая относится к нашим сегодняшним занятиям, я создам каталог. Назову его тоже, там, могу, там, 2020, 02, 19, lesson. Вот так. Что можно было потом в последних, так скажем, в последних открытых проектах разобраться, что это было вообще такое. Вот, хорошо. Создаю каталог. И вот он, аллилуйя, открылся пустым. Соответственно, после этого нужно импортировать какие-то фотографии. Но фотографии у нас еще с вами находятся на флешках. И флешки это головная боль. Хорошо, если это одна флешка, да, обычно у профессионального фотографа их пять, а то и у меня, например, по-моему, 12 флешек есть. И бывает, что за съемку просто 8 флешек в легкую прям могу израсходовать. а даже у меня были случаи, когда я израсходовал все флешки. Вот, и это было всего лишь один день одного мероприятия. И каждая флешка 32 гига. Вы сможете представить, что это был, каков объем информации. И такой объем информации нужно правильно тоже сортировать. И, к примеру, когда у вас появляется какая-либо флешечка, да, вот, к примеру, у нас там флешка 1, флешка 2, флешка 3. Я их прям так и переименовываю, прям так называю, 1, 2, 3, для того, чтобы, в принципе, вообще понять, если вдруг я какую-то флешку там потерял или на какой флешке что лежало, чтобы можно было разобраться. А учитывая, что я снимаю еще с нескольких камер бывает, то это прям вообще караул, поэтому еще необходимо подписать какая-то откуда. То есть это вроде бы муторно, но в какой-то момент это очень сильно помогает. Но это просто лайфхак, который может помочь другим фотографам уже более профессиональным. Ну и, соответственно, после того, как мы берем вот эти вот фоточки, качаем, где у меня тут этот самый лессон? Где у нас тут? Фото вот так вот сделаем, выведем, чтобы сразу находить. Вот. Создаю папку source. Исходники. И, соответственно, закидываю сюда вот эти вот вот эти фотографии. Подождем пока. закинется. Они специально разбиты на две папки, потому что просто так удобнее, собственно говоря, показать, как это работает. Также их может быть там просто десятки. И теперь после этого мне необходимо импортировать фотографии. Соответственно, иду файл, импорт фото с NVIDIA. Да, Lightroom тоже может какие-то видео импортировать. Не знаю, зачем они это в принципе сделали, но по сути дела делать с видео там ничего нельзя. И больше вот только посмотреть в лучшем случае, если кодек у тебя по большому счету совпадает. Вот. Так. Секундочку. Соответственно, находим свою папочку. вот здесь вот наш лессон. Вот. И, соответственно, папка source. Include subfolders. И окей. И, соответственно, импортируем все фотографии, которые там есть. У меня тут просто рабочий материал, который я обычно показываю на лекциях. И в зависимости от того, насколько длинная лекция, я там разбираю каждую фотографию или не каждую фотографию. Иногда лекция бывает, там, к примеру, я проводил там лекцию двухдневную, два дня по восемь часов. И, соответственно, там можно было разобрать очень много чего. Но сегодня я постараюсь вас сильно не задерживать и пройтись по ключевым точкам. То есть те, которые помогут вам, так скажем, быстро войти в понимание, что такое Lightroom и как с ним работать, какие у вас с него основные функции и особенности, что немаловажно. Вот. Кроме того, Кроме того, на самом деле, если говорить о Lightroom вообще не о программе, а вообще в принципе как о цветокоррекции, то на самом деле этому нужно посвятить гораздо больше времени. И вообще в принципе цветокоррекция — это такая вещь, которой люди учатся годами. То есть настраивают глаз на белый цвет. То есть цветокоррекция — это не то, когда ты накидываешь пресетик и делаешь что-то такое красивенькое, такое классненькое, такое все, знаете, такое шоколадненькое, кремовое все любят. Или Teal Orange, тоже все любят Teal Orange, когда у нас тени холодные, светлые оттенки у нас теплые такие, там оранжевые. В фильмах часто встречается. Ну и совсем такое тоже частенько бывает, тоже из-за последних фильмов различных тоже появилась мода, там что-нибудь там зелененькое, там сине-зеленый какой-то свет и красные тени, ну не так, если гонца. Ну в общем, это вот я перечислил сейчас все самые модные цветокоррекции, которые есть на рынке. Они просто отличаются чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, просто в принципе как-то, ну все имеет одни и те же корни. Но, но, чтобы понять вообще в принципе как это делается и не просто накидывать какой-то пресетик, когда у вас какая-то неудачная фотография, а именно добиваться результата, который нормален, то есть нормален с точки зрения точки белого, то есть когда мы с вами можем сделать нормальную человеческую фотографию, как мы видим глазами. Вот это и называется цветокоррекция. Ну вот, поэтому этому нужно посвящать очень много времени и, например, у меня на курсе есть курс ретушь для фотографа, там вот этим занимаются прям очень долго. И это один из самых сложных уроков именно цветокоррекция. Даже Dodgen Burn, если кто-то с этим вдруг знаком, он и то во некоторых в некоторых мещах он кажется проще, чем цветокоррекция. Вот такие вот дела. Хорошо, вот мы качнули, качнули, закинули эти фотографии и, соответственно, что мы делаем после этого. После этого нам необходимо создать превью. Дело в том, что в целом в настройках импорта можно поставить настройки, чтобы он сразу же ставил, создавал превьюшечки, где-то, не помню, где-то здесь. А, Build Previews, вот. Вот здесь вот он, галочка стоит, включить превью, которое уже создала камера. Дело в том, что, чтобы вы понимали, я думаю, что те, кто запускали Lightroom и закидывали фотографии в Lightroom, замечали, что сначала, когда закидываешь фотки в Lightroom, они такие какие-то непонятные, потом раз они приобретают цвет, а потом, когда ты их пытаешься с ними что-то делать, они раз еще другой цвет приобретают. За счет чего это происходит? Дело в том, что изначально Lightroom пытается создать свою какую-то интерпретацию, то, что он видит, вот. После этого он такой, а, черт возьми, тут же есть в самом враве зашито. Да, кстати, я думаю, все понимают, что с Lightroom мы работаем с равом, да, что Lightroom это рав-конвертер, да, я так не сказал, это вдруг, мало ли, да, все же понимают, точно. Lightroom это рав-конвертер, который, конечно, может работать с чпегом, но лучше, конечно же, работать с равами, которые приходят вам с камеры, вот, и снимать, конечно, лучше всегда врав. И в каждом раве, да, зашита небольшая превьюшечка, она очень, она очень маленькая, обычно там, она имеет очень скромные размеры, что-нибудь там в районе 2000 пикселей, а может быть, еще и даже меньше, вот. Мы ее просто не видим, потому что она очень легкая, и, как бы, мы ее не ощущаем, потому что она внутри самого рава. И когда вот стоит вот эта вот галочка, да, то у нас сразу же появляется, ну, Lightroom такое, понимает, ага, черт возьми, мне же нужно сделать те самые, как его, мне же нужно превьюшечку взять из рава и начинает показывать вам другую картинку. Соответственно, вы такие, ой, что-то изменилось, что-то картинка уже другая. Потом вы начинаете что-то делать, и картинка меняется. Тут уже приходит интерпретация уже Lightroom, а то, как он, в принципе, видит этот рав, а не то, чтобы просто показать вам какую-то картинку. Вот так, чтобы все это по большому счету избежать, здесь вот есть вот такая вот, можно поставить стандарт, вот, и он будет создавать превьюшечки. Вот, соответственно, что бы я еще порекомендовал сделать хорошего? Вот здесь стоит галочка Build Smart Previews. Я не буду сейчас очень долго рассказывать, что такое Smart Previews, об этом можно почитать, соответственно, где-нибудь, и если кому-то очень интересно, я могу потом там, если вдруг так случится, что время останется, еще рассказать про Smart Previews, но я очень искренне советую на слабых машинах его включать. Build Smart Previews, для чего они нужны? Старые, старые машины, которые слабенькие, когда Lightroom начинает что-то, и любой вообще, в принципе, RAV-конвертер начинает что-то открывать, он начинает такой, пытаться это как-то интерпретировать, то есть он должен взять вот эти нолики-единички и сделать из них какую-то картинку. Соответственно, на это требуются какие-то ресурсы процессора, видеокарты и всего остального, а если мы говорим про ноутбук, то там видеокарты практически нет, вот, поэтому все ложится на процессор, и все это довольно долго. Ну вот, так вот, друзья, есть такая вещь, как Build Smart Previews, которая позволяет вам ускорить работу, то есть он уже заранее создает виртуальные копии, которые у вас ускоряют работу вот непосредственно в Lightroom, поэтому я всегда делаю Smart Preview. И он такой спрашивает, создать? Такой, да, создать. И он начинает создавать, иногда это бывает долго и нудно, вот, и это на самом деле немножко жрет ресурс, не то, чтобы повредить сильно по времени, а жрет ресурс именно по весу, то есть, в принципе, вот он где, Smart Preview, и вот он начинает их там наполнять потихонечку. Так, пока он делает, поясню, для чего еще нужно Smart Preview. Smart Preview позволяет вам избавиться от травов, то есть, если у вас съемка не особо важная, там, дыры Маши, вот, поснимали дыры Маши, все, в общем, поссорились потом с Машей, фотки не нужны, как бы уже ничего отдавать, уже давно все отдали, и зачем хранить эти тяжелые равы, надо как-то уменьшить, а, в принципе, а вдруг я потом научусь лучше все это корректировать, и хочется все-таки оставить этот каталог. Вы можете равы удалить, а Smart Preview останутся, и вы со Smart Preview можете с этой виртуальной облегченной копией потом сделать какие-то, ну, производить любую коррекцию, можете делать там с ними что угодно, но только у вас ограничен будет размер ваших фотографий, то есть он будет что-то в районе 2600 пикселей по большей стороне, то есть, в принципе, мало, уже не напечатаешь на стену, но, по крайней мере, как бы оно того, если не требуется, то можно, в принципе, равы-то и удалить, потому что равы, там у меня один рав весит, если я снимаю какой-то там, к примеру, лес, лес, то лес у меня будет весить что-то в районе 55 мегабайт, вот, это вполне себе так прилично весит, поэтому для меня иногда бывает это достаточно большим выходом, или, к примеру, я давно куда-нибудь закинул в дальний угол какой-нибудь жесткий диск, эти ненужные равы, и, в принципе, освободил себе место, поэтому Smart Previews, вот, сколько у меня тут фотографий, 66 фотографий, и вес Smart Previews у меня получается 65 мегабайт, то есть, 1 мегабайт, одна фотография, то есть, в принципе, ну, неплохо, уже жить можно, при этом, если я сейчас просто локально начал рассказывать про Smart Preview, простите, если я просто локально вот сейчас уберу, вот эту вот, переименую папку, да, где у меня лежат эти фотки, и он потеряет к ним, вот здесь вот был Original Plus Smart Preview, и он потерял к ним путь, и Smart Previews все равно остались, и я все равно могу с этими превьюшками работать точно так же, как с равом, то есть, у меня нет какой-то там большой, ну, как бы, нет никакой проблемы, и в случае необходимости могу подсоединить эти равы обратно, то есть, вот так работает Smart Preview, но я советую это делать обязательно порядки для слабых машин, потому что Smart Preview весит легче, и каждый раз, каждое обращение программы к ним будет проходить гораздо легче. Вот так, друзья, хорошо, идем дальше, следующее, что необходимо сделать для тех людей, кто работает на Canon, и, работает на Canon, и, наверное, на Sony, вот, Sony, как и Nikon, каждый раз пытается сделать новый Color Science, поэтому у них там бывают проблемы со цветами и тому подобным, вот, те, кто работает в Canon, обязательнейшая настройка, просто крайне обязательная настройка, вот здесь вот, profile, здесь необходимо поменять, здесь стоит Adobe Color, то есть, это то, как интерпретирует цвет сама программа, но мы ей должны сказать, слушай, программа, ты все-таки как бы должна делать то, что мы хотим, и поэтому давай-ка ты будешь показывать то, что я снимал, а не то, что ты хочешь показать. Давайте я сейчас найду какую-нибудь фотографию, на которой это будет наиболее, наиболее очевидно. Вот здесь вы видите, так скажем, немножко странный, красный, немножко странный, придавленный красный и такая слегка потухшая контрастность, хотя на этих мониторах выглядит прям, ну, очень даже контрастно, вот, соответственно, это то, как представляет себе картинку Adobe Color, но, если мы с вами возьмем и поставим здесь зайдем в брауз и поставим вот здесь вот Camera Matching, Camera Matching, что такое Camera Matching, то есть, соответственно, мы будем говорить, что типа, слушай, вот мы хотим, чтобы выглядело как у меня в камере, ну, вот, и я выбираю Camera Standard, вот здесь вот профиль, даже можно сразу же его там, например, сделать, чтобы добавить его фавориты, вот, Camera Standard применилась, ну, соответственно, давайте посмотрим, было-стало, вот, смотрите, как у нас, видите, гуляют оттенки и гуляет насыщенность, видите, вот на самом деле вот так видит эта камера, то есть, вот то, что сняла камера, а вот так, это то, как интерпретирует Adobe, к сожалению, вам в какой-то момент может показаться, слушай, а ведь на самом-то деле Adobe очень неплохо это интерпретирует, он же вроде как-то делает даже, ну, нормально, вот, но мы-то с вами грамотные люди, мы не будем верить всяким там специалистам из Adobe, мы будем сами делать свой цвет, который мы захотим, поэтому нам нужен цвет оригинальный, который происходит с камеры. Есть некоторые особенности, дело в том, что Sony и Nikon, они очень, поскольку в Sony стоят Nikon-овские матрицы, то там очень странный Color Science, у Nikon, например, меняется Color Science вообще в принципе, то есть, цвет, который они выдают, Color Science, грубо говоря, если честно, я не знаю, как на русском языке это правильно переводит, на русский язык правильно переводится, вот, соответственно, у них там прямо камера к камере шагает, гуляет туда-сюда цвет, поэтому у Nikon очень тяжело подобрать правильный профиль, и поэтому я, например, вот если у меня там, ну, там, если бы у меня был бы Nikon, я бы работал бы Capture One, вот, и, кстати, вот у нас в Life Classes тоже есть очень много всякой информации про Capture One, если вам это эта программа необходима, Sony, Sony нормально работает с Lightroom, и хорошо работает с Capture One, вот, ну, во сколько там матрицы все-таки стоят, они кинусские, то, видимо, все там как-то вот оно один к одному подходит, вот, но если у вас Canon, то прям Lightroom вам прописан по большому счету, потому что там, как только вы ставите правильный профиль, да, камера стандарт, вот, то сразу же у вас весь Color Science, вы говорите Lightroom, типа, вот у меня свои там свои технологии по цвету, соответственно, мы можем это как-то как-то интерпретировать более правильно, вот, хорошо, а если Fuji, я сейчас Fuji, да, очень много Fuji появляется камер, вот, они достаточно неплохие и, в принципе, достаточно дешево, и очень много кто их покупает, у Fuji свои профили и они прям зашиваются сюда же в профиль, вот сюда, то есть, если у вас было бы Fuji, тут стояло бы Fuji Color такой-то, Fuji Color такой-то, Fuji Color такой-то, там уже выбираете, что глазу приятно, потому что у Fuji отношение к цвету совершенно иное, вот так, окей, камера стандарт поставили и теперь я зажимаю команду Command-A, чтобы синхронизировать вот эти действия, а подождите, друзья, чуть было не забыл, очень важным действием является у нас вот здесь Lens Corrections, это develop, да, то есть, это вот мы изначально, когда нас закинули в лайбрере, здесь вот есть develop, вот, а develop, а происходит вся точная обработка, лайбрере это отвечает за каталогизацию, соответственно, в develop мы можем найти следующее, здесь вот Lens Corrections и всегда, на что бы вы не снимали, с чем бы вы не работали, с каким бы вы не работали, какой бы камерой вы не работали, с каким бы объективом вы не работали, поставьте галочки сюда, remove chromatic aberration, то есть, убирает хроматические аберрации и enable profile corrections, то есть, вот здесь мы убираем все вот это вот различные винетирования и дисторсию объектива, то есть, видите, у нее изменяется некоторая степень геометрия, очень хорошо это заметно вот на фотографиях, которые вот имеют очевидное винетирование, видите, ну здесь как бы совсем уж сильно винетирование, настолько сильно не убирает, но в своем случае на обыкновенных каких-то вот фотках, с полтинника, видите, вот есть, нету, все очень хорошо, классно, да, здесь полтинник 1 и 2, да, и вот эти действия, когда вы сделали, вам теперь необходимо синхронизировать со всеми своими фотографиями, то есть, чтобы каждой фотографии были те же самые настройки, поэтому необходимо применить команду command a или, соответственно, edit select all, да, это как в любой, любой, любой программе, здесь выделить все, соответственно, мы выделяем, и теперь нам необходимо синхронизировать эти настройки, соответственно, синхронизируем, вот здесь у меня есть такая кнопочка, вот видите, мышечка, вот я сюда пришел, вот у меня здесь такая кнопочка sync, synchronize, и здесь я сначала уберу все какие-то галочки, которые либо стояли, и мне нужно выбрать следующую настройку, treatment at profile, да, то есть, нам необходимо выбрать вот эти вот, то, что мы применили, camera standard, да, то, что поставили, и lens corrections тоже, что мы поменяли, remove chromatic aberration, enable profile corrections, то есть, вот эти вещи, которые мы с вами сделали, их нужно сохранить, то есть, чтобы они применились к каждой фотографии, которая у вас есть, синхронизируем, вот, хорошо, мы синхронизировались, и уже после этого, после того, как мы сделали вот эту вот настройку, нам предстоит этап отбора, этап отбора занимает иногда очень большое количество времени, потому что, когда снимали DRM-аши, то там, там, конечно же, там, ой, давай нас все вместе с фоткой, и ты такой же фоткаешь, 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 а по статистике она действительно работает, из трех человек на фотографии обязательно один человек закроет глаза, это просто статистика нерушимая, если вы сделали одну фотографию, у вас однозначно сто процентов кто-то закроет глаза на этой фотографии, вот, соответственно, ты делаешь много дублей, делаешь как минимум пять дублей, чтобы побить эту статистику, уменьшить эту вероятность, хотя, вероятно, все равно существует, вот, а с увеличением количества людей это вообще просто сумасшествие, вот, но во всяком случае приходится делать много дублей, и ты начинаешь потом выбирать из этих дублей, какой же из них лучше, вот, но прежде чем начать какой-то отбор, необходимо создать превью, опять превью, скажете вы, только что создавали превью, а опять еще одни превью какие-то, для чего они нужны еще одни какие-то превью, если мы с вами зайдем сюда в лайбраре, 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 превью, здесь есть такая настройка, build, стандарт, сайз, превью, что же делают эти стандарт, сайз, превью, и они нам встречались в настройках импорта, кстати, тоже, дело в том, что, когда вы листаете фотографии, Lightroom листает не фотографию, а Lightroom листает информацию о фотографии, и эту информацию он должен как-то переварить, то есть он берет информацию непосредственно из файла Rava, и ее, соответственно, как-то переваривает, ну вот, и на это все требуется время, на это все требуется ресурс, и я думаю, что те, кто начинал работать в Lightroom, и замечали, когда листаешь фотографии, он пишет такое, лодинг, лодинг, и ты думаешь, да господи, да что же ты задрал-то так меня, да, ну вот, соответственно, чтобы этого не было или было, но совсем чуть-чуть, необходимо сделать вот это как раз таки, Build Standard Size Previews, то есть это потратит ваше время, вот так вот создаем, это тратит ваше время в какой-то мере, вот видите, вот он делает, кажется, быстро делает, да, да, слушайте, очень быстро делает, прям уже почти закончил, 65 фотографий, но когда я у тебя проект, а? это вот здесь вот Library, здесь Library, Previews, Build Standard Size Previews, это, это, это вкладка, то есть вкладка Library, в меню Previews, вот, когда у вас 10 тысяч фотографий, а такое бывает, нередко, в смысле, не часто, но бывает, вот тогда вот эти вот все создать Smart Preview, создать превью, занимает, конечно, приличное время, проще поставить и пойти пить чай, вот, но в итоге, когда вы потом листаете фотографии, у вас нет вот этой вот сложности, когда этот вот loading, который, черт возьми, постоянно, постоянно вам мешает, видите, у меня старый ноутбук, 2012 год ноутбук, вот, нормально же, да, это вопросы о том, что многие говорят о том, что Lightroom медленно работает, нет, просто Lightroom очень медленно создает превьюхи, и вот и все, вот, поэтому, как бы, тут достаточно все легко, соответственно, вот мы создали превью, и теперь можем совершенно спокойно, комфортно отбирать фотографии, поэтому давайте сейчас немножко про отбор, это очень простая система, вот, обычно я отбираю клавиши 6, которая отвечает за фотографии, которые у нас, которые я считаю хорошими, то есть я такое листаю, листаю, такой думаю, так, какую фотку мы возьмем, давайте возьмем вот эту фотографию, вот, потом такие, какую-нибудь еще, давайте вот эту возьмем фотографию, вот, давайте вот эту обязательно возьмем, может быть еще эту взять, ну, может быть еще и эту взять, давайте вот эти тоже возьмем, красивые, красивые фотографии, олень, олень нафиг, это оленя, вот, вот эту возьмем фотографию обязательно, ну, тут горы, да, классно, красиво, симпатично, это все с мероприятия, когда нужно долго возиться, с цветокоррекцией, ну вот, сейчас касаться не будем. Немножко вау-эффекта, вот чтобы из этой фотографии сделать хоть что-то такое бывает, ну вот, работать со светодиодами. Ну и в принципе, я думаю, что этого вполне себе достаточно будет для начала. И теперь мне необходимо сделать выборку по непосредственно тем фотографиям, которые я отобрал, да, то есть клавиша 6 отвечает за red, за красный маркер, и вот здесь вот в уголке, вот здесь вот фильтры существуют, у вас, наверное, очень слабо видно, вот они вот здесь есть, просто здесь разрешение так растянуто, вот видите, вот они. И он создает выборку по вот этим как раз фотографиям, которые я отобрал. Соответственно, если мне какая-то фотография вдруг не зашла, я подумал, ой, да ладно, черт с ней, с этой фотографией, больше не хочу с ней ничего делать, вот не знаю, мне вот эта, например, фотка не очень нравится. Я клавишу 6 нажал, и она исчезла, соответственно, она ушла из выборки, и я, соответственно, могу отбирать уже более как-то с меньшего количества. Кроме того, друзья, есть еще один полезный способ отбора. Клавиша N позволяет вывести сразу все фотографии, выбранные на экран. Соответственно, если вы выбираете, к примеру, там, одну фотографию из трех, это прям вот очень хорошая функция, то есть, соответственно, вы можете очень комфортно выбирать, то есть, выделили фотографии, из которых вы хотите выбрать. Клавиша N позволяет вам эту функцию вывести, функцию отбором. Вот. Хорошо, чтобы вернуться дальше в обычный режим, то это клавиша E. То есть, вот, режим library. Или же режим develop, клавиша D. Ну, вот, то есть, вы видите, у меня перешло в режим develop, вот, режим library, вот, и режим N, то есть, позволяет. Ну, или групповое выведение, соответственно, всех вот этих ваших списков. Есть очень интересный нюанс, про который я хотел бы вам сказать. Если вы, к примеру, хотите отобрать из вашей очень большой какой-то съемки, какие-либо фотографии, отсортировать их по какому-либо признаку, я вам сейчас покажу очень хороший способ, как это можно сделать. Соответственно, вот я с помощью клавиши G выхожу в режим группового просмотра. Видите, сколько всего у нас тут интересного. Захожу вот здесь вот в metadata. Если у вас вдруг metadata не появляется, вот такое бывает, что аверация, видите, и нет этой metadata. И вы такие, елки-палки, где же эта metadata? То, что Довгуля тут говорил. Slash, клавиша slash, возвращает эту менюху. Не знаю, зачем это сделали, могли бы просто ее, в принципе, не делать, но вот иногда, я не знаю, это для чего. Ну, вот она есть. Вот здесь есть metadata. Это очень важная штука, поскольку вы можете, во-первых, отсортировать по годам. Можете отсортировать по камерам. Можете отсортировать по объективам. Кроме того, можете отсортировать еще не только по камерам, по объективам. Можете отсортировать это по ISO. То есть на каком ISO это все снималось. Можете по серийному номеру. Можете по фокусному расстоянию, друзья, что тоже бывает очень важным, когда там работаешь, к примеру, с каким-нибудь каталогом. И у тебя есть съемка на одну камеру, но в то же самое время ты там снимаешь, к примеру, общую фотографию человека в рост и клоузап. То есть когда снимаешь какую-то деталь, или, к примеру, более портретную фотографию, или, к примеру, снимаешь пальто, человека в рост в пальто, и, соответственно, делаешь зум, клоузап, и снимаешь деталь, только чтобы можно было рассмотреть пуговицы и все остальное. Очень удобно по фокусному расстоянию отсортировать. То есть ты сортируешь это, и ты сразу понимаешь, где у тебя клоузап, где у тебя фокусное расстояние какое-то. На клоузап обычно 200 фокусное расстояние. Соответственно, ты такой раз отсортировал, ты знаешь, что у тебя все фотографии не выпали сюда. Соответственно, тебе нужно отсортировать по общим фотографиям. То есть иметь в виду по общему плану. Вот, тогда ты просто, ну, когда человек в рост, вот, модель в рост, сортируешь по другому фокусному расстоянию, и все получается отлично. Хотя ты снимал на одну и ту же камеру, на один и тот же объектив, условия были все одни и те же, все у тебя было одно и то же, только фокусное расстояние меняется. Удобно сортировать. То есть здесь есть море всего, здесь есть, включая location, то есть можно еще по локации сортировать, где что это было, как это было и, в общем, вспомнить все этапы своей поездки. Вот, то есть это такая функция, которую можете посмотреть и разобрать. То есть имейте в виду, что она запрятана черт знает где. И очень многие про эту функцию даже понятия не имеют, что здесь можно такое делать. А вот здесь вот выбираешь, вот смотри, в любое, здесь четыре фильтра, видишь, они стоят, четыре фильтра, и выбираешь любой там, и, соответственно, на него кликаешь, то есть вот могу вот здесь вот, label, да, вот они. Здесь уже выбираешь то, что тебе нужно. Вот тут. Окей. Вот это, пожалуй, наверное, самое-самое-самое начало, когда вы открыли Lightroom, и первое, что нужно с ним, так скажем, выяснить, чтобы, так скажем, познакомиться с фотографией, с его работой. А дальше, по большому счету, идет уже цветокоррекция. Да, кстати, если вы обратили внимание, то у меня здесь всего лишь две вкладки, а у всех, у кого есть Lightroom, там их что-то много, пять, да, пять вкладок или шесть даже. Я не знаю, Lightroom постоянно что-то новое добавляет, чем другие люди, чем люди не пользуются. Профессиональный фотограф этим не пользуется всякими штуками, там можно вот, есть какой-то map, book, slide-show, print, web и все остальное. Честно, я не пользуюсь. Это мое, как бы, мое решение, то есть я не знаю, для чего они нужны, и так глубоко залазить туда я не хотел бы. Потому что все-таки для всего остального есть специальные свои программы, и Lightroom, я считаю, это хороший каталогизатор, хорошая, хорошая цветкорректорская программа для фотографий, но ни в коем случае это не какая-нибудь еще там эти вот все мишура, шарики и гирлянда, да, то, что они там добавляют для того, чтобы привлечь, так скажем, новых пользователей, которые считают, что Lightroom слишком профессиональная программа. Ну вот, то есть они для них это все делают. Окей, так, да, дальше цветокоррекция. Хорошо. Итак, первое, с чего следует вообще, в принципе, начать, я всегда начинаю вот с этой картинки. Эта картинка пережила столько всего, столько вариантов различных обработок, просто она очень показательна. Почему? Дело в том, что здесь у нас присутствует очень много различных факторов, которыми вы можете встретиться во время цветокоррекции. Во-первых, есть большой разброс между яркостями, да, то есть у нас картинка кажется достаточно тусклой, картинка кажется достаточно тусклой, делаем светлее, у нас начинает вот здесь вот клипить, да, то есть у нас появляется здесь слишком какой-то вот потеря информации. Вот. Делаем темнее, здесь у нас все темно. Вот. То есть с ней нужно как-то очень по-особому работать, плюс, добавок ко всему, тут не совсем понятны оттенки лица, и, в общем, со всем этим делом надо что-то делать. Вот. Первое, самое большое, так скажем, правило, которое, может быть, для вас сейчас покажется странным, и поэтому я не стану особо сильно заострять на ваше внимание над этим, это зависимость между яркостью, балансом белого и насыщенностью в системе RGB. Звучит прям вот как-то что-то, какое-то сложное правило, но такая вещь все-таки существует. Все, что вы видите на экранах, это все система RGB. Что такое система RGB? Это Red, Green, Blue. То есть из этих трех цветов состоит все, что вы видите на своих мониторах. Неважно, где вы это смотрите. Это может быть и мобила, может быть, и экран монитора, здесь, здесь. То есть это все вот изображение, которое мы с вами видели. И в системе RGB есть прямая зависимость от яркости, яркости баланса белого, оно же цвет, можно тоже так его пояснить, как цвет, баланс белого цвет, тире цвет, и насыщенность, вот, соответственно, в чем это проявляется? Дело в том, что если мы сдвигаем яркость, у нас меняется насыщенность. Если мы меняем насыщенность, у нас меняется цвет, а он же как бы и баланс белого. Если мы меняем баланс белого, у нас меняется, соответственно, яркость. И между собой еще эти несколько параметров, они взаимодействуют в зависимости от того, в какую зону яркости они попадут. Дурдом, да? Вообще просто все, вот, вообще, разобраться с этим можно только с опытом каким-то. Но просто имейте в виду, что если вам вдруг захочется что-то сделать с картинкой, в первую очередь, чтобы не попасть в какой-то просаг, чтобы не делать какие-то быстрые движения, такой, а я сейчас быстро такой, хоп-хоп, что-то сделаю. Самое первое, с чего следует начать, это с того, чтобы просто разобраться, а что в картинке не так? Что в ней не так? Но в первую очередь в этой картинке, я думаю, что многие могут сказать, что она какая-то недосыщенная, да? Насыщенности там фактически нет. Хотя вот мониторы, они добавляют насыщенность, надо сказать, вот, но, как... Вот, кстати, вот этот монитор лучше показывает, чем вот этот. То есть у него более правильное изображение. Ну вот, нет насыщенности, она тусклая, то есть у нее, как бы, все лица во тьме, все такое никакое. То есть... И вот самый первый параметр, который вам кажется самым ужасным, и вы должны начинать с него. То есть всегда цветокоррекция начинается с самого негативного параметра. На мой взгляд, вот здесь самый негатив, это недостатки яркости. Соответственно, мы эту яркость с вами и добавляем. Я добавляю яркость настолько, чтобы хотя бы увидеть что-то среднее, да? То есть у нас, как бы, и лица еще не сильно яркие, да? Но у нас уже пошел пересвет вот в этих местах, вот тут, да? Вот видите, вот тут у нас фата, букетик и все остальное, все пошло в пересвет. И если сейчас опытный лайтрумер такой сразу скажет, да что там, что, фигня какая, сейчас я быстренько хайлайт сдерну, там, шадус чуть-чуть покручу и тому подобное, и все будет окей. Но нет, друзья мои. Это деструктивный способ. На самом деле этот способ явно для абсолютных каких-то новичков. Я вам сначала сложные варианты расскажу, просто вы не думали, что мы сейчас будем заниматься прям вот все занятия, вот, крутить каждую картинку, вот так вот разбирать. И я потом покажу более простые какие-то приемы, которые могут вам помочь в вашей, так скажем, непрофессиональной деятельности. Вот, поэтому, как бы, я просто хочу сразу же ввести в общий курс дела, чтобы потом уже пойти по разным сторонам, так скажем. Ну вот, поэтому я всегда рассказываю, начинаю рассказываться именно с этой картинки, чтобы показать возможности и вообще, в принципе, пути этапа цветокоррекции. Вот так. Окей. Соответственно, здесь мы видим вот эту вот пересвеченную зону. И мы видим еще следующее, что? Девчонки обычно сразу замечают первые парни, как-то похуже к этому относятся. Что не так еще в этой картинке? Хорошо, да. Да, что еще? Совершенно верно, да. Женщина запеченная. Да не только женщина запеченная, еще и парень запеченный. Ну вот, обратите внимание на руки, да. Вы видите, что на самом-то деле цвет-то у них рук другой, а здесь у нас что? Здесь у нас первая тень, второе, у нас здесь зеленый цвет, который присутствует из-за того, что все это снято в листве, да, и, естественно, солнечный свет, он отражается от листвы, от травы и, естественно, добавляет этого оттенка непосредственно в лицо людей. Хорошо. То есть вот таким вот образом, да, каждый шаг у меня, каждый шаг я задаю себе вопрос, а что не так? Что еще у меня не устраивает в этой картинке? Это очень простой способ для того, чтобы работать над изображением, но он очень действенный, и очень многие его игнорируют. Некоторые сразу делают какой-то пресет, накидывают его на все фотки, и потом начинают что-то крутить. Друзья мои, так нельзя. Объясню, почему. Дело в том, что как бы так вот сравнить это с чем? Когда вы… Есть такой так называемый уровень нормы. Когда вы каждую фотографию, вы начинаете чуть ли там не с нуля, ну, бывает такое, что фотографии очень сильно однотипные, действительно можно сделать короткий какой-то пресет, или просто можно синхронизировать две фотографии одну к другой, просто синхронизировать для того, чтобы не производить каждый день, каждый раз одни и те же действия. Но когда у вас много разнообразных фотографий, я искренне настойчиво советую начинать каждую фотографию с нуля. Да. Почему? Просто дело в том, что у вас устанавливается уровень нормы. Когда вы накидываете один и тот же пресет на все фотографии, потом начинаете крутить, вертеть, у вас сдвигается уровень нормы. У вас… Ваш глаз начинает привыкать к тому, что вы видите, и вы уже не видите, собственно говоря, какой-то сильно большой разницы от того, что там, ну, вот, ну, так ты с пресетом-то вроде, в принципе, нормально, такой сразу, ну, нормально, чуть-чуть вот экспозицию подвину, и все окей, все, нужно отдавать заказчику, все круто. Вот. Из-за этого понижается уровень нормы. Глаз привыкает, и поэтому, если вы накидываете пресет, а потом начинаете что-то крутить, это плохо. Вот. Просто вы не видите то, что есть на самом деле. Вот так. Окей. Что же дальше? Что же дальше? Соответственно, если мы вспомним, если мы вспомним, вы не подумайте, что я очень много раз говорю всяких всего лишнего и очень мало показываю картинок, я просто пытаюсь до вас, как бы интерфейс изучит любой человек, а я стараюсь довести до вас логику. Потому что логика обработки, вот именно цветокоррекции, она, то есть это очень важная часть, когда вы приходите ко всему с логикой, с пониманием процесса. Вы можете работать в абсолютно любой программе. Не знаю, хотите в фотошопе сделаете, крутите, вертите. Хотите в Capture One, хотите еще какие-то супер-пупер там. Хотите хоть в Инстаграме там, да, вот эти штучки все крутите, ползунки и тому подобное. Вот. Хорошо. Раньше, во времена пленочной фотографии, цитокоррекция существовала тоже. И она заключалась в том, чтобы масками во время экспонирования фотографии на, соответственно, на фотобумагу, либо закрывать свет, который падает на фотобумагу, и, соответственно, уже получается у нас тут фотография, вот. Либо, наоборот, давать туда больше свет или дополнительно что-то подсветить. И я думаю, что легко из вас каждый найдет в Яндексе картинку Ричарда Авидена, где он комментирует работу печатника, он дает задание печатнику, где что осветить, осветлить, затемнить и так далее. Ричард Авиден задание печатнику. Можно вот так вот вести, и вы найдете там такая фотография, вся разукрашенная маркером. Это просто контрольный снимок, на котором Авиден говорит, что вот надо сделать. Соответственно, еще во времена пленочной фотографии существовала вот эта вот цветокоррекция, что, собственно говоря, перекочевало в наши компьютеры и как бы дает нам, по сути дела, более расширенные инструменты. Сейчас покажу прелесть каталогов, когда у вас, к примеру, крашнулся. У меня сейчас крашнулся Lightroom вместе со всем компом. И как вы видите, он открыл предыдущую версию каталога. Давайте просто ради прикола, ради прикола закинем фотку в Photoshop. Ты будешь ее открывать, нет? Да, вот. Вот, ACR. Это аналог, собственно говоря, Lightroom. Так, давайте, друзья, все, лекция началась. Там, пш-пш-пш-пш-пш. Вот. Все это. Соответственно, здесь вы видите тот же самый интерфейс. Здесь тоже вот есть, вот можно выбрать там камера matching, да. Вот, камера стандарт, я выберу. Здесь абсолютно все то же самое, что и в Lightroom, за одним исключением. Вот здесь есть небольшая такая вот ссылочка внизу. Вот смотрите, вот видите? Все видят эту ссылку? Вот она, вот эта вот. Вот здесь кроется та самая проблема, которая у очень многих возникает, когда открывают там RAV через Photoshop и такие потом отправляют уже непосредственно в сам Photoshop, типа такие экспорт, да, open image. А он у них открывается. В световом пространстве Adobe RGB. Это, конечно, все очень хорошо. Это расширенное пространство, лучше, чем у RGB с точки зрения техники, да, технологии, но не с точки зрения обывательских устройств. То есть, если вы собираетесь там печатать в SMIC все это дело, тогда Adobe RGB вполне себе подходит. Но чтобы использовать любые цветовые пространства, отличные от sRGB, необходимо, во-первых, необходимо иметь монитор, поддерживающий эти цветовые пространства. То есть, это монитор с расширенным охватом. Это раз. Во-вторых, он должен быть, этот монитор с расширенным охватом, калиброван под соответствующее цветовое пространство, потому что иначе вы просто даже не увидите, что у вас там расширенного-то расширилось. Во-вторых, вы должны полностью обработать эту картинку в этом цветовом пространстве, то есть сделать полностью всю ее обработку там. И напоследок вы должны печатать эту картинку тоже с расширенным цветовым пространством, чтобы вы ощутили всю прелесть расширенного целого пространства. Но если что-то из этого, из этого, так скажем, пайплайна, да, и будет отличным от задуманного, все будет, как бы, все теряет всякий смысл. Вот. Поэтому все расширенные пространства, какие-либо, пока у вас нет вот этого четкого устойчивой линии работы с изображением от начала обработки до печати с расширенным пространством, не имеет никакого значения, что вы там с ней как бы делали. Все равно у вас, все равно вы будете видеть sRGB, да, это цветовой охват, который мы все видим на всех наших телефонах, на мониторах, на таких мониторах, везде и всюду, все мы видим sRGB. Вот. Соответственно, это теряет всякий смысл. Поэтому, чтобы не напороться на все это дело, всегда ставим sRGB, если где-то у вас возникает какой-то вопрос, типа такое, а что поставить, всегда sRGB. И даже более того вам скажу, вот здесь вот в Photoshop, в Preferences, Color Settings, вот здесь у вас должен стоять sRGB, если кто-то работает в Photoshop, всегда должен стоять sRGB. Вот так. Просто я прекрасно знаю, что очень много форумов, очень много YouTube-каналов наполнены различной информацией про цветы пространства, там что-то можно найти, и там будет такая чушь рассказана. Ну, раньше на форумах, когда я просто все это дело изучал, там такое было, нужно обязательно калибрануть монитор под Photoshop, а потом выбрать этот же самый CC-профиль для того, чтобы он как бы в Photoshop видел то, как у тебя калиброван там монитор. Вот так вот просто. Друзья, сумасшествие полное. Это не относится к правде вообще абсолютно. Все гораздо проще. Вот. Работайте с sRGB, будет вам всем счастье. Вот так. Так, окей, идем дальше. Значит, вот у меня крашнулся, да, все видели, опять у меня открылся старый этот. Но в этом нет ничего страшного, потому что у нас с вами существует что? У нас с вами существует каталог. То есть вот он наш lesson, да, видите? Вот, соответственно, здесь вот папка, которую создал Lightroom с названием непосредственно каталога. И вот он у нас LRCat. Это файл каталога, который я могу двойным кликом вывести все то, что у меня было до этого. То есть, по сути дела, то, что у меня там что-то крашнулось, ничего страшного, любые все мои действия, они были сохранены. И вот, надо только открыть соответствующую фотографию, на которой все это дело было. Вот так. Окей. Хорошо, друзья. Вспоминаем, что у нас там было. Экспо уже, да, я подвинул на среднее значение. Соответственно, дальше, друзья, мне понадобится кисть локальной коррекции. Вот, это как раз то, что существует... Подождите секундочку. Да, все нормально. Вот. То, что как раз таки имитирует работу с пленкой. И теперь я могу взять экспо уже, да, увеличить его на какое-то либо значение и покрасить лица большой кисточкой. И так сразу, смотрите, уже сразу что-то лучше заиграло, да. Вот. То есть, сразу все стало гораздо более приятнее. Но это еще не конец, это только начало, да. То есть, мы можем создать еще одну кисточку, которая здесь приберет вот эти вот недостатки по пересвету. Вот. Соответственно, я беру... Создаю новую кисточку двойным кликом по эффекту. Вот так вот я сбрасываю настройки. И тяну хайлайт с другую сторону, чтобы они были... Хайлайты были потемнее. И прохожусь вот так вот по этим местам. Если мне недостаточно, я могу еще добавить. Вот таким вот образом. А может быть где-то у меня еще. Ну, наверное, я вот так вот оставлю пока предварительно. И дотяну хайлайты уже с помощью... С помощью следующей кисточки. Вот. Опять сбрасываю. И exposure чуть-чуть в минус. И вот эту вот область я чуть-чуть делаю потемнее. Вот так. И у меня что получается? У меня возвращаются, так скажем... Ну, вот надо еще здесь пройтись. Где у меня эта кисточка была? Вот тут вот. Чуть-чуть я пройдусь. Вот. Не знаю, как у вас. У меня на мониторе, конечно, все уже выглядит в достаточной степени хорошо. Мы видим дальше по гистограмме, что видите? Вот здесь уголок гистограммы не примыкает к правому краю. Это означает, что у нас нет пересветов нигде. То есть весь динамический диапазон уложен. Ну, нашу картинку. Ну, вот. Хорошо. Но у нас еще немножко тут остались какие-то немножко проблемки по цветам. Да? Они чуть-чуть какие-то слегка немножко нечеловеческие, слишком, ну, немножко пережаренные. Давайте добавим чуть-чуть человечности. И тут, кстати, возникает очень немаловажный момент. Если вы вспомните, да, с чего я начал. Я увеличил яркость их лиц, да? И если посмотреть, что кроме яркости, вот так вот я буду сейчас сбрасывать, кроме яркости у них легка изменился оттенок кожи. То есть он стал менее насыщен, он стал более спокоен, да? Это как раз вот эта зависимость, про которую я вам говорил. Зависимость от яркости, соответственно, у нас меняется цвет и насыщенность, и, соответственно, это все так и работает. Я могу еще чуть-чуть дотянуть яркость с лица, вот до такой степени. И теперь я вижу, что, в принципе, для такой вот неглубокой цветокоррекции этого уже вполне себе достаточно. И после этого могу уже тянуть насыщенность. Вот. И я тяну насыщенность. Тяну, тяну. И что же я вижу? И у меня опять начинают цвета быть немножко пережаренными, да? Но насыщенность, к примеру, травы еще недостаточная. То есть она еще не такая классная, как могла бы быть. Но на лицах уже черти что происходит. И что же я делаю? Как только достигается этот предел, когда на лицах черти что происходит, я беру кисточку, слегка добавляю яркость и чуть-чуть убираю saturation непосредственно кисточкой. Вот. Даже что-то как-то я, походу, немножко перебрал с этим самым делом. Чуть-чуть я даже уберу. Вот так вот. Вот теперь уже больше похоже. Но что? Теперь мы видим, есть небольшая разница. Там, к примеру, она какая-то немножко все-таки зеленоватая. Зеленый оттенок у нее все-таки проявляется. И, соответственно, что я делаю после этого? Я вот тут дотянул, вернулся в ту же самую кисточку, которая у меня была. Видите, вот она, вот она, вот эта точечка. Вот. И, соответственно, чуть-чуть уменьшаю зеленцу с помощью тинта в правую сторону. То есть тинт в малиновую слегка задвигаю. А вот так вот, мне кажется, теперь уже больше похоже на правду. Вот таким вот образом. Это красное, когда вот кликаешь и наводишь на точечку, оно самоавтоматически появляется, но убирается с помощью клавиши O, H, нет. O, по-моему, должно. Слушай, я, если честно, не помню. Что-то я сейчас, по-моему, с помощью O. А, вот, вот. То есть оно появляется всегда, когда ты наводишь на эту точечку, а появляется и исчезает, если не наводить, с помощью клавиши O. То есть оно показывает маску. Вот таким вот образом. Вот. А дальше, а дальше, а дальше можно чуть-чуть добавить Vibrance. Вот. Поскольку мы избавили лица от излишней насыщенности, а Vibrance, будьте внимательны, Vibrance насыщает те оттенки, которые уже насыщены. А в системе RGB насыщенными оттенками практически всегда являются зеленый, ярко-желтый, красный и синий. И в этом всем деле кожа имеет наименьшее значение. Но все равно имейте в виду, что некоторые участки кожи могут очень сильно как-то начинать светиться. Вот. Поэтому Vibrance используем аккуратно. То есть это хороший инструмент. Вот. Но следите за тем, чтобы кожа, он не касался. То есть вот мы добавили чуть-чуть насыщенности. И теперь фотография уже достаточно, в принципе, насыщена. Она достаточно сбалансирована. Можно много еще чего крутить, но это уже, ну, это если глубже копаться. Мы не будем сейчас этим заниматься. Я лучше вам покажу еще другие какие-то вещи. Вот. И, соответственно, мы в итоге, ну, как бы уже сделали. Вроде бы ничего такого не сделали, а картинка приобрела нормальный внешний вид. А теперь немножечко я вам расскажу про интерфейс. То, что здесь вообще, в принципе, присутствует. Кроме того, что я уже показал. Потому что есть палитра Basic. Вот. И в палитре Basic есть очень много всего различных, соответственно, вот этих вот слайдеров. Вот. То, что такое баланс белого температуру крутить туда-сюда, это вы и так, я думаю, прекрасно понимаете. Но есть такой ползунок, слайдер, как Highlight, Shadows и так далее. Сейчас я про них расскажу и как с ними работать. То есть что они означают, я думаю, всем понятно. Но у них, у каждого есть своя подноготная. То есть я сейчас попробую вам ее показать. Значит, смотрите. Первое. Контраст. Да? То есть экспо уже и так понятно. Контраст. Что делает контраст? Контраст добавляет контраст. Вот. И так все понятно. И все сразу же такие, ой, фотка не удалась, контраст задвинули. О, вроде ничего смотрится. Класс. Но на самом деле это все не так. Контраст. Кроме контраста добавляет насыщенность. Проверяем. Появился контраст, появилась насыщенность. Видите? Все почему? А все потому, что он работает по, так скажем, по всем каналам RGB. Соответственно, он изменяет все каналы RGB и изменяет это, добавляет эту S-образную кривую во все каналы RGB. Он изменяет насыщенность, потому что канал RGB как раз таки завязан на всем этом деле. То есть, чем больше уровней у нас в одном или том цвете, это, может быть, я сейчас какие-то туманные вещи говорю, но, как бы, если потом разберетесь, вспомните мои слова и скажете, а, точно, был прав. Вот. В общем, соответственно, это дает насыщенность излишнюю. Чтобы избежать насыщенности излишней, есть замечательные слайдеры под названием whites, тоже задает контраст, и blacks тоже задает контраст. То есть, с помощью этих слайдеров можно уменьшить это воздействие. Я сейчас сильно задрал, но просто для того, чтобы вам продемонстрировать. Хотя, по сути дела, здесь картинка уже и так достаточно сбалансирована. Можно чуть-чуть только вот blacks чуть-чуть подвинуть и все. Ну вот. То есть, для того, чтобы создавать контраст, лучше использовать слайдеры whites и blacks. То есть, это прям вот супер. Дальше. Highlights. Highlights — офигенная штука. Если вы снимаете природу. Но если вы снимаете людей, highlights — это зло. Вот. Почему? Все очень просто. Увеличиваем картинку на 100%. И давайте посмотрим. О, кстати, я не подсоединил смарт-превью. Дайте я сейчас смарт-превью… В смысле, не подсоединил обратно равы. Не подсоединил и продолжил работать. Совсем забыл. Да, вот теперь, вот он теперь покажет на 100%. Вот. Так, давайте мы какой-нибудь вот сейчас так кожу. Вот, к примеру, вот здесь вот мы. К примеру, у нас что-то в пересвете было. А, нет, сейчас, секундочку. Здесь нету такого, чтобы показать. Сейчас я попробую где-нибудь найти какую-нибудь картинку, где это прям вот было бы отчетливо видно. Так, ну-ка, вот здесь вот он тронет. Здесь не тронет, по-моему. Нет, не тронет. А, да-да-да-да-да, наверное, вот здесь вот. Вот, 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 смотрите. Вот здесь отчетливо видно. Вот, смотрите, вот этот участок кожи. То есть вот он, соответственно, без highlights, да, он выглядит натурально достаточно, хотя вот здесь есть небольшой вот такой, небольшой пересветик. Но это как бы вот он настолько мал, что можно его в целом как бы игнорировать. То есть у вас мониторы контрастнее, поэтому кажется немножко, что он как бы контрастнее. Ну вот. Но когда я начинаю сдвигать highlights, типа уменьшить этот пересвет, у меня начинает кожа становиться землистого оттенка. То есть это происходит из-за того, что у вас сдвигается уровень точки highlights, переходит где-то уже где-то светло-средне-серым, вот, и там добавляется какая-то или наоборот исчезает, в зависимости от яркости, насыщенность, и которая вместе вот с этим дополнительной детализацией дает вот этот вот землистый оттенок, который очень некрасиво выглядит. Поэтому, друзья, будьте внимательны, когда вы работаете со всем этим делом. Вот, соответственно, далее. Shadows. Shadows всем хорош. Shadows работает прекрасно. Вот. Кроме того, что делает картинку плоской. Не злоупотребляйте Shadows. Ну вот здесь вот, может быть, чуть-чуть слегка добавить Shadows было бы не лишним. Но, во всяком случае, как бы, имейте в виду, что перебор Shadows даст вам не очень хорошие результаты. Дальше появился слайдер Texture. Вот здесь вот текстура, да, условно говоря. Здесь он, по идее, должен создавать текстуру. Что это такое? Текстура работает по принципу увеличения верхних частот. Соответственно, что он в первую очередь увеличивает? Он увеличивает шумы, вот, и увеличивает на мелких деталях какие-нибудь там листочки, траву и тому подобное. В целом, выглядит хорошо. Но я, в свою очередь, предпочитаю использовать в данном случае Clarity, потому что Clarity работает по средним частотам. Ну вот, средние частоты несколько более крупнее выглядят на изображении. Если вам непонятно, что я говорю, почитайте, пожалуйста, в интернете, что такое частотное разложение. Или посмотрите мастер-класс Андрея Журавлева. В YouTube очень легко можно найти. Он же там есть, да, еще до сих пор? На YouTube-канале Школы Профайл есть мастер-класс Андрея Журавлева по частотным разложению. 5 часов про частотное разложение. Вот, в общем, запасайтесь пивом, чипсами и вперед с песенками. В общем, надеюсь, что вы дотянете до конца, но, во всяком случае, это вот для таких, как, так скажем, это для физиков. А, на Live Classics есть более короткая версия и более быстрая, вот, как раз для чашки чая, вот, бесплатно еще, вот, подсказывает. Live Classics, давайте я сейчас вот сюда по QR-коду заходите, соответственно, там регистрируйтесь и найдете в разделе фотографии. Там, если не прочитался QR-код, лучше, он может иногда телефон не понять. А? А, окей, супер, супер. Вот, соответственно, средние частоты. Очень классно работает на черно-белой фотографии. Вот, обратите внимание, я, к примеру, перевел сейчас просто, убрал насыщенность, и у меня вот черно-белая фотография, прям вот, смотрите, добавляя Clarity, супер получается. Вообще очень круто. Clarity прям для ЧБ супер классно. Но есть проблема, есть проблема. Когда фотография насыщенная, он начинает выводить средние частоты, и при этом начинает гаснуть, во-первых, насыщенность, и появляется земля. Опять на лицах появляется земля. То есть все какое-то такое вот. Если вы вспомните, года три тому назад всякие там вот эти вот геометрия в клубе ТВ и там вот эти вот всякие клубные фотографы на клубных ресурсах, там все были, все фотографии с землистым оттенком лица, потому что они получили себе в руки Clarity, вот, и они все дружно им, ему радовались. Не знаю, куда смотрели люди, но, в общем, это было ужасно. Вот, но сейчас, слава богу, это закончилось, или стали умеренно это употреблять. Не знаю, что они там употребляли до этого, но, во всяком случае, Clarity стало меньше. Вот. Поэтому Clarity я советую. Либо это пейзажная фотография, либо это уже непосредственно какое-то, то есть, ну, ЧБ. Вот. И Dehase. Dehase у нас работает с изображениями, которые потеряли контрастность. Вот, обратите внимание, изображение, которое полностью потеряло контрастность. Вот. Мы, соответственно, увеличиваем Dehase, и у нас приобретается контраст. Соответственно, тут у нас сразу видим, что у нас холодное изображение. Я начинаю увеличивать его теплоту, да. И вот те, как бы, уже, пожалуйста, уже что-то мы из этого изображения вытянули. Дальше уже можно там чуть-чуть уравнять highlights. Лиц у нас нету, тут только попа оленя, поэтому, в принципе, ничего страшного нету. Вот. И, соответственно, можем добавить сюда еще и Clarity. Вот. Clarity будет смотреться хорошо. А чтобы у нас фокус внимания был, друзья, в нужном месте, вот, то мы возьмем и чуть-чуть осветлим вот эту серединку. Вот так вот. Вот таким вот образом. И чуть притемним. Вот это вот местечко. Вот таким вот образом. Вот, в принципе, уже картинка как-то, ну, приобрела уже какой-то внешний вид, и можно там чуть-чуть насыщенность добавить, чтобы она уже была какой-то более-менее похожей. Вот. То есть, как видите, вот de-haze, вот он работает таким вот образом. То есть я уберу de-haze, вот, пожалуйста. Вот. То есть это только когда у нас потерялась контрастность из-за блика. Он работает. Вот. Хорошо. Давайте, давайте дальше. Давайте. Все очень просто. Смотрите, намажу на гистограмму, и вы видите, что у меня там, видите, какие-то области начинают подсвечиваться. Видите? Да. Вот, соответственно, разница. Вот это blacks, область. Следующая. Shadows. Вот она, область. Видите, подсвечивается. Вот shadows. Вот это mid-tones, средние тона. Здесь у нас highlights, это whites. То есть по диапазону гистограммы они вот так вот раскладывают всю картинку. Соответственно, что на этот диапазон приходится, тот за этот слайдер и отвечает. Вот. В этом ключевая разница. А на средние тона что-то? Exposure. Вот. Как бы вот. Ну, это, мне кажется, это самый простой вариант, что можно объяснить. Вот. Пожалуйста. Вот. Соответственно, vibrance. Вибранс я уже объяснял, что работает на насыщенные участки. На особенности. Красный, синий, свет ярко-желтый и какой-то еще зеленый. Еще зеленый. Прям вот на эти вот цвета он прям реагирует моментально. Кожный цвет в меньшей степени, поэтому можно пользоваться, но аккуратно. Сатурейшн реагирует, поднимает линейно всю насыщенность. Вот. Дальше. Тонкерф. Это кривая. Соответственно, как любая кривая, если вы с ней не работали еще, вам предстоит это поработать. Останавливаться на ней не буду, потому что, ну, как бы так, в целом, это либо отдельный разговор, либо как бы вот так. Дальше. HSL. Вот здесь Hue Saturation Luminance. Мы можем изменять оттенки, насыщенность от различных оттенков и яркость различных оттенков. Сейчас мы с этим всем немножко поработаем, когда я покажу вам картинки, которые будут как раз с travel фотографией. Просто я, ну, чтобы совсем не нудеть, да, я покажу какие-то более простые варианты с меньшим углублением, так скажем. Вот. Но они тоже нам потребуются. Шарпенинг. Вот тут есть очень интересный момент, друзья, который я хочу вам рассказать. Дело в том, что здесь Lightroom на самом деле дает очень неплохой. Шарп, он дает так себе посредственно здесь шарпенинг. Я им обычно не пользуюсь, он просто стоит здесь по умолчанию. Вот. А вот Noise Reduction – это очень хороший шумодав достаточно. И в целом, как бы, если у вас картинка вот так вот внешне устраивает, то я его даже не трогаю. Обычно это происходит на каком-нибудь очень излишне темном изображении, которое я осветляю. Я обычно это делаю где-то 10-20 пунктов, то есть не более того. Вот. Поэтому, как бы, в целом, на самом деле, по моей практике, вот прям вот, вот сто процентов вам скажу, что именно из рабочей среды, именно вот заказчик, заказчик всегда смотрит на содержание фотографии. И самую, наверное, последнюю очередь там, может быть, он смотрит, он смотрит на себя, смотрит на свою дочь, смотрит там на своего сына, смотрит, не знаю, на кого-то еще, смотрит на свою собаку, смотрит на свое лицо, смотрит на свой прыщ, смотрит там на оттенок кожи, на свою прическу может смотреть. Может смотреть на свою машину, может смотреть на свой дом, может смотреть на то, где он был там и что делал, может смотреть на пресс-вол и так и радоваться, что наконец посетил это мероприятие но в меньшую степени он будет смотреть на шум всем плевать а ну при печати есть тут некоторый нюанс я как человек который владел своей собственной своей собственной печатью то есть у меня было было производство печатная вот я могу сказать что когда человек печатает этот человек должен довести картинку до конца потому что если просто печатать то что тебе дают будет получаться всегда ну не айс вот то есть даже нужно добавить резкость там пошумодавить правильно ее перетянуть эту картинку потому что если она недостаточно по разрешению на нас на необходимый формат то есть там много всяких нюансов которых я опущу вот но вот как факт для вот цифровой фотографии всем плевать нашу просто имейте ввиду вот дальше lens corrections мы уже тут касались пару слов manual да вот здесь вот есть профайл весь меню а с помощью вот настройки дифриндж мы можем уменьшить хроматические аберрации вот нужно очень редко и останавливаться на этом не буду но просто хочу сейчас по быстренькому про интерфейс и некоторые ключевые момента озвучить трансформ это прям чудо из чудес если у вас если у вас если у вас если у вас какая-то travel фотография какая-нибудь с заваленной геометрией давайте посмотрим то что же такое чушься ровненько это снимаю вот так вот ровно показать потом ничего в принципе здесь вот здесь есть кнопочка авто которая начинает ловить горизонт в данном случае не очень хорошо срабатывает но вот например когда я занимаюсь интерьерной фотографии она работает прям вообще просто шикарнейшим образом вот здесь вот чуть-чуть она сдвигает горизонт видите а делать это автоматически если у нас кадре здания которые слегка вот так вот заваливаться начинают да как это обычно снимаешь на широкий угол начинает заваливаться здание нажимаешь авто в целом работает достаточно хорошо дальше уже ползунками вот этими слайдерами вертикали можно уже подтянуть но но чаще всего не приходится делать эффект закрываем эффект вот и и принципе можно про него забыть то что там нет ничего интересного что касается непосредственно профессиональной фотографии здесь винетирование то есть можно делать вот просто вот завинетировать но мода на винетирование прошла еще десять лет тому назад поэтому поэтому все и калибрейшен про калибрейшен когда будет будем тревел фотографию смотреть я покажу вот сейчас вот отдельно вот для закрепления материала хочу показать еще одну картиночку вот кстати вот здесь можно может быть мы авто из работает авто здесь работает так себе мы можем повернуть ее ой секунду ротейт вот так вот мы чуть-чуть повернем эту картиночку вот таким вот образом по сути дела то же самое можно использовать здесь инструмент crop до клавиши or я не знаю почему клавиша or хотя везде вот во всех программах клавиша c да то есть можно совершенно спокойно c нажать и тебя будет crop но нет lightroom решил по-другому и вот поэтому мы имеем что имеем клавиша р соответственно выводим выводит инструмент crop и мы можем соответственно фотографию повернуть как нам заблагорассудится вот но давайте вернемся к нашим баранам да вот у нас есть женщина которая не особо ярко освещена картинка тусклая ненасыщенная в принципе все как мы имеем как обычно ничего нового вот и то друзья мои давайте думать что делать ну во первых как мне кажется на мой взгляд картинка плюс минус достаточно неплохо проэкспонирована то есть по большому счету в ней есть все что нужно для начала вот поэтому я пожалуй самым самым негативным параметром назову насыщенность я начинаю добавлять насыщенность добавляю 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 и начинает добавлять насыщенность ровно до тех пор пока у меня не начинает клипить какой-то участок. Здесь это платье неспроста, и этот файл здесь неспроста. Здесь платье начинает очень неравномерно клипить, то есть здесь вот появляется излишняя насыщенность вот в этих местах. Если мы начнем добавлять еще больше, то у нас здесь просто начинает гореть в этом месте. Все видят, да? Видно, как оно горит, нет? На мониторах ваших, да? Видно, нет? Ну, ладно, на записи будет видно в любом случае. Вот. Я до этого момента довожу. И что я получаю? Я получаю, в принципе, уже вполне себе как бы более-менее насыщенную картинку. Мне она уже как-то нравится. Но теперь стало очевидно, что среди этой всей насыщенности у нас лицо-то достаточно темное, то есть как бы вроде бы все ок, но не ок. Вот. Поэтому давайте мы с вами сделаем следующее. Вот. Мы возьмем кисточку. Сейчас будет просто сложной материи, поэтому уменьшим размер кисточки. Вот так вот мы сделаем. Чуть-чуть вот осветлю вот это вот место. Я беру всегда, всегда, абсолютно всегда кисточку больше, чем она требует того, для того, чтобы у меня осветление, воздействие ее происходило равномерно, чтобы оно не было сильно заметным. Вот. И, соответственно, здесь уже могу эту кисточку дорабатывать. То есть у меня здесь что? Shadows, да? Shadows, диапазон Shadows я вижу. Вот. Exposure. Ну и, в принципе, ну и, в принципе, в принципе, наверное, наверное, можно еще тут чуть-чуть дотянуть. Вот. И что же мы видим? Мы с вами, вот если посмотреть на O, да, то мы с вами затронули не только нашу мадаму, но еще и все вокруг. Теперь, чтобы избавиться от этого всего вокруг, у нас есть такая вещь под названием Range Mask. И, поскольку у нас самым простым, что мы можем сделать, это выделение по диапазону яркости, да, потому что, в принципе, тут цвета не такие прямо сильно, чтобы различающиеся, хотя можно и по цвету тоже это сделать, но лучше по яркости. Я выбираю диапазон яркостной, вот, и начинаю тянуть Range в одну, в другую сторону, смотрю, куда он приходится. Соответственно, вот, все, что приходится на светлое, я начинаю пододвигать. Опа, смотрите-ка. Видите? И оно все ушло, почти все ушло. Ну, в целом, достаточно неплохо ушло. Ну, вот. А это означает что? А это означает, что, в принципе, у нас как бы тут уже, видите, картинка замечательнейшим образом подвинулась. То есть у нас стало гораздо более все, более натурально выглядеть. Хорошо, оставим пока это. Следующее, что у нас здесь присутствует? В принципе, я бы хотел бы вытащить еще больше облака. Но прежде чем вытаскивать облака, помните H-S-L? Да, помните? Давайте мы сейчас сделаем этот H-S-L. Сейчас проведу All. Итак, значит, если вы хотите сделать какой-то цвет более насыщенным, более плотным, то тогда вам необходимо сделать следующее. Не добавлять ему насыщенности в первую очередь, а добавлять ему темноты. Соответственно, если хотим сделать более насыщенным синий цвет, я так раз вот блю чуть-чуть слегка пэмс, и у меня прям насыщенность уже сама начинает добавляться, уже плотность добавляется. И дальше я уже могу крутить непосредственно насыщенность блю, и у меня уже прям, ого-го, там сколько всего, сколько цвета у меня там появилось выше крыши просто. Дальше, друзья. Это H-S-L? Это H-S-L, да. То есть в диапазоне Luminance я синие тона тяну вниз, чтобы они стали темнее. И это работает с любым небом. То есть если вы хотите сделать небо более плотным, то тогда вам нужно тянуть его вниз, яркость его и вверх насыщенность. Это вот диапазон Sturation. Вот. Дальше мне нужно понять, это платье. Это что вообще? Какой вообще этот цвет? Поскольку я дальтоник, вот. Я шучу. Вот. А поскольку я дальтоник, мне нужно понять, какой это диапазон. И я вижу, что это вот диапазон красных, да, вот отчетливо, видите, вот красный начинает двигаться у меня самостоятельно. Я просто взял вот этот вот инструментик, да, измерительный прибор, и начинаю красный двигать. Я такой понимаю, ага, вот он где-то в красных, вот оно. Вот. И я в диапазоне Luminance, в принципе, сдвигаю. И понимаю, что не особо как-то у меня тут двигается. Вот. Наверное, оставим его пока в покое, потому что дополним его потом с помощью кисточки. Вот. Попробуем Saturation, да, подвигать, да. Опа, вот смотрите, как насыщенность-то меняется. О, неплохо. То есть мы ее сейчас... В принципе, чуть-чуть добавим, вот, насыщенность, вот тут. А вот здесь мы насыщенность эту с помощью кисточки уже убавим. Вот. Соответственно, диапазон Hue у нас может сделать там платье, вот смотрите, может вообще вот тут изменять как угодно. Но я делать такого не советую, потому что он оставляет артефакты. Вообще, все, что вы работаете в HCL, так или иначе оставляет артефакты. То есть у вас получается рваный цвет. Давайте посмотрим, как это происходит. Так, рваный цвет, рваный цвет. Вот обратите внимание на руку, да. Видите, вот здесь вот пошел. Прям такой клипит уже, да, то есть такой прям вот оборванный. То есть вот если в нормальном состоянии здесь есть градиент нормальный, то здесь у нас прям такое прям уже начинает подрывать это все дело. Не очень хорошо. Поэтому будьте аккуратны все-таки с этим инструментом. Вот. Хорошо. Ну и теперь настало время. Небо, да. Соответственно, я беру Exposure вниз. Highlights чуть-чуть тоже вниз, потому что у нас что здесь? Яркость и... И Highlights как раз задействованы. Вот видите, вот в небе. Небо все-таки не до конца у меня вытягивается, просто потому что там уже нет информации. Но его стало уже прям, ну, прям, ну, очень много. Вот. И опять мы можем, если у нас зашло на человека, мы все-таки хотим вернуть обратно. Мы берем диапазон Range Mask Luminance и начинаем, клавиша O, и начинаем вытравлять это все дело с человека. Вот, вот настолько где-то мы вытравим. Все. По яркости Luminance. Вот видишь, здесь стоит Luminance. Ну вот. Ну и в принципе вот, пожалуйста, уже все дошло. Дальше у нас остается только легкая доводка, уже по, там, может быть, чуть-чуть поярче сделать, чуть-чуть поконтрастнее, да. Вот таким вот образом, может быть, чуть-чуть выровнять Vibrance. И сейчас, когда вот, ну, в принципе, кстати, вот здесь вот я чуть-чуть сейчас уберу насыщенность. Ну и в принципе и все. По большому-то счету тут уже все достаточно неплохо выглядит. Да, в Shadows даже трогать не надо. Вот. То есть все, что я вам показывал до этого, вот оно совершенно спокойно применяется. Вот. Ну и последний штрих. Обнуляю. Обнуляю кисточку. Ну вот, здесь есть особенность, что кисточку нужно все-таки обнулять, поэтому для начала бывает очень тяжело. И вот тут вот я придавлю чуть-чуть насыщенность в этом месте. Вот так вот. Чтобы он не сильно, был не сильно насыщенным. Вот так вот. Хорошо, друзья, это вот что касается такой вот сложной достаточно обработки, чтобы, ну, не то чтобы сложной, она простая, просто очень утомительная, очень много деталей всяких. Вот, поэтому давайте мы откроем кое-что более... А что ты хотел? А, сейчас, хотел небольшого шоу. Давайте напоследок, если у нас хватит времени, я вот это покажу, как вот это привести к нормальному внешнему виду. Вот. Очень многие сразу могут подумать, что, в принципе, ой, наверное, можно тут что-то подвигать, но Fictus 2 тут что-то подвигаешь. Тут есть секрет. Вот. Но об этом чуть-чуть попозже. Соответственно, давайте я сейчас сюда закину, закину фотки кое-какие, которые я вам приготовил. Которые могут быть интересны. Давайте мы... Секунду. Давайте начнем вот с этой фотографии. Фотография сделана во время движения через стекло. Просто вот показало прикольно, что здесь вот так вот извилистая дорога. Кстати, у меня здесь уже обработка была подгружена. Ну, давайте сейчас я покажу еще разочек. А, здесь before and after не работает, потому что, потому что, да. Окей, ладно. Сейчас я просто ресепну ее до нормального состояния. Итак, что отличает все travel фотографии большинство, как вот эти все фотографии, которые делаются в поездках без людей? С людьми все сложнее всегда, потому что нужно сохранять человеческое лицо. А когда нет человеческого лица, вообще все очень просто. А? Ну, почти. Можно и так, можно и так. Это уже вопрос с как бы такой вот тональности коррекции. Но мы, если мы берем вот именно по яркости и насыщенности, то у всех приблизительно все одно и то же. Беру, применяю, соответственно, камера стандарт. Давайте я сейчас ко всем присинхронизируюсь. И вот это вот тоже. Все их синхронизируем. Вот. Их все отличает следующее. Мы можем совершенно спокойно, безбоязненно, зачастую безбоязненно, у нас же нет оттенков в коже, у нас все просто. Средственно, все становится проще гораздо. Сдвигать highlights и shadows раздвигаем. То есть при большом желании можно вообще сильно раздвинуть. И это нам как бы увеличивает динамический диапазон на данной картинке. И все начинает выглядеть более как-то вот, как-то более приятно, что ли. Ну вот. Соответственно, следующим этапом, который здесь может нам понадобиться, насыщенность. И мы сразу такие, о, да картинка уже вроде в целом-то ничего. Уже все, в принципе, все очень круто. Ну вот. И тут уже можно сразу же применить Clarity. Помним, Clarity на лидиях не используем, зато можем совершенно безбоязненно использовать, когда людей нет. Ну вот. И все, вот тебе, пожалуйста. Картинка уже почти в целом готова. Остается только слегка подправить баланс белого или еще что-нибудь в этом духе. Ну вот. Ну а всегда есть возможность что-нибудь подсветок, потонировать, сделать тонировочку какую-нибудь, да. Ты такой думаешь, елки-палки, ну как же так вот, что-то простая картинка, надо же ее чем-то спасти. Я, если честно, тоже так думал. Ну, прикольная картинка, но она, понимаешь, она нравится только одному мне. Вот. И поэтому надо ее спасти с помощью тонировки. И идешь такой в Calibration. Теперь блок Calibration, друзья. Что такое блок Calibration? Он смещает точку нормы, уровень нормы вашей в другую сторону. Это просто жесть. То есть если вы в нормальной цветокоррекции человеческой, если вы в коммерческой цветокоррекции используете Calibration, это путь в никуда. Потому что точку нормы он смещает очень сильно, уровень нормы, простите. Ну вот. Дело в том, что он начинает видоизменять все цвета, которые мы привыкли видеть. Ну вот, поэтому использовать его можно, только когда вы хотите удивить, ну, наверное, в первую очередь себя. Ну вот. И первое, что здесь есть диапазоны. То есть диапазон Shadows, то есть он начинает, на самом деле он призван очень хорошей вещью. То есть когда вы начинаете что-то вытягивать из темноты, очень часто шумы начинают либо зеленеть, либо малиновить. И вот, соответственно, если у вас шумы начинают либо зеленеть, либо малиновить, вы можете чуть-чуть сдвинуть диапазон, там, к примеру, Shadows в тинт, там, к примеру, в зеленый или в малиновый. Вот. Как бы, в принципе, неплохо. Иногда работает. Но вот есть еще такая вещь, как Red Primary, Green Primary и Blue Primary. Вот это жесть жестокая просто. Почему? Я сдвигаю, к примеру, в какую-либо сторону диапазон Hue, и у меня начинает вся картинка плыть. Она начинает вся очень сильно плыть, видите? И вот это вот модные вот эти вот пресетики, да, T-Lorange, да? Да, вот он, T-Lorange. Всего-то нужно было сдвинуть слегонца, и вот на тебе T-Lorange уже появился. Все. Вот вам эти пресетики замечательные. Вот, но не будем так сильно издеваться над картинкой, сдвинем немножко там, ну, наполовинку, да, хотя бы. Вот. И на самом деле красные начали терять какие-то свои оттенки, и я сдвигаю еще чуть-чуть, чтобы чуть добавить какого-то, какой-то реальности. Вот. Соответственно, вот, картинка уже приобрела достаточно такой приличный внешний вид. Добавим сюда еще, вот, например, теплоты какой-нибудь, да, или, может быть, еще тут еще чуть-чуть T-Lorange, да, вот так. Но все равно чего-то не хватает, да? Есть следующий этап, который подходит вот к тревел-фотографиям прям вообще, и все очень любят. Это сдвиг точки черного. Супер штука. Сдвигаем точку черного, и у нас сразу все становится более каким-то таким. Более киношным, что ли, да? Вот. Соответственно, я просто вот это в кривой точку черного сдвинул, и вот чуть-чуть вот так вот добавил. И вот на тебе, пожалуйста, у нас уже появилась какая-то, какая-то плюс-минус модненькая цветокоррекция, которая не особо напрягающая, да, потому что можно, конечно же, там вообще все там пораздвигать, там в разные стороны, там сделать вообще просто супер что-то, что-то ад, адский какой-то. Ну, вот можем, ну, пускай будет вот так вот, например. Вот. Кроме того, кроме того, здесь можно тоже добавить какие-то синий чуть-чуть, мы так раз так притемнили, но это уже прям что-то перебор какой-то. А чуть-чуть вот так вот сделаем по синим, и вот на тебе, пожалуйста. Вот. То есть основа всего этого достаточно проста. Мы растягиваем диапазон, добавляем насыщенность, уровень яркости, и точку черного, если нам необходимо, да, пододвигаем, потому что сейчас, напомню, я отключу tone curve, да, в принципе, точка черного у нас нормально стоит, да, то есть она не клипит, то есть нет у нас такого, что у нас где-то прям уходит жесткий пересвет или недосвет, то есть все у нас вполне себе нормально. То есть наша задача в тревел фотке, чтобы смотрелось более-менее приятно, растянуть диапазон. Вот и все. Но бывают сложности, бывают адские сложности под названием, под названием «Черт возьми, у нас тут пропало небо, да? Давайте вот возьмем, да, вот здесь вот, да, вот возьмем, и осамите». Вот. Соответственно, вроде бы здесь диапазон яркостей вполне себе нормальный, да? Все помнят, да, эту картиночку? Этот, этот, или нету картин конкретно, этот вид на мапбуках. А, правда, это было давно уже. Вот. В общем, что здесь не так? Здесь вот эта вещь, вот эта область, она прям граничит с пересветом. И прям, ну, жесть какая-то. И вот здесь вот у нас что-то пропало небо. И мы, конечно, можем там, по большому счету, что-то где-то там, что-то где-то вытягивать, да? А, вот, кстати. Стопа, стопа, стопа. Вот, сырые фотки-то, елки-палки. Вот сырая фотография, как выглядит. Ну вот. Соответственно, давайте сейчас я. Камера стандарт. Я предусмотрителен. То есть у меня разброс яркостей очень большой. Я сделал две экспозиции. То есть я со штатива сделал две экспозиции. Темную и светлую. И светлую настолько, чтобы у меня здесь была проработка в деревьях. И темную настолько, чтобы у меня была проработка, собственно говоря, в небе и всем остальном. Что теперь нужно сделать? Да все очень просто. Выделяем две эти фотографии. Идем. Фото. Фото мердж. Вот здесь. Видите, да, все? Вот. И HDR. И, собственно говоря, все. Вот. Что он сделает? Он соединится в две фотографии. И мы видим уже, даже на прививушке уже видно, что вполне себе очень неплохая фотография. Вот. Здесь есть следующая галочка. Автолайн. То есть он автовыравнивание. И автосеттингс. То есть он сразу накинет какие-то сеттингс. То есть какие-то настройки. Вот. Этого вполне себе достаточно. The Ghost Amount делает следующее. Если у вас есть бегущие люди, ездящие автомобили, то это вполне может вас спасти. Но, к сожалению, эти функции, то есть когда low, medium и high, вот эта вот выборка по The Ghost Amount, то есть по уборке лишних каких-то движений, потому что в одном кадре есть, в другом нету, и он это убирает, чтобы не было такого, чтобы какой-то полупрозрачный человек появлялся, он, к сожалению, создаёт шумы излишние. То есть очень плохо выглядит, и поэтому я не советую вам этого использовать. Лучше в фотошопе потом убрать. Окей. Называем Merge. Соединить. Ждём какое-то время, пока он там всё это дело подумает. И создаст файл DNG. DNG — файл с расширенным диапазоном. Вот, вот я просто вывел данные по DNG, то есть он создал, изначально это был RAV, да, CR2, Кеновский RAV, и вот создался DNG. Вот, как вы видите, он уже растянул диапазон, да, highlights, shadows, по большому счёту делать тут особо уже нечего, остаётся только небольшие доводки, там, к примеру, яркость, насыщенность, чуть-чуть это тут подтянул, баланс белого, мы сейчас тут сделаем, вот, чуть-чуть мы уберём трезмерную насыщенность с оранжевого, то есть вот я иду в HSL, вот, беру вот эту вот пипеточку и тяну пипеточку немножко вниз, вот, а может быть, изменим чуть хью, более малиновый, более красный, да, вот такой вот, просто чтобы он был чуть не таким оранжевым, вот. вот, и что у нас здесь ещё, да, Clarity, добавляем Clarity, и у нас всё, такая картинка уже прям начинает, прям уже хорошо выглядеть на самом деле, вот, и в диапазон Green можем добавить слегка насыщенности, чтобы у нас тут была насыщенность, и может быть чуть-чуть посмотрим, что у нас тут осветлим, я затемню, чуть-чуть, чуть-чуть притемню, и может быть даже чуть-чуть я сделаю потеплее, чтобы смотрелось более реально, как-то вот так вот, ну и конечно же небо, в Luminance, в диапазоне Luminance, в HSL, я начинаю тянуть небо вниз, чтобы оно проявилось, и, соответственно, насыщенности, чуть-чуть я добавляю насыщенности, собственно говоря, вот и все, что по большому счету нужно было там сделать, вот картинка уже выглядит такой уже более-менее приятной, вот, то есть по сути все сводится к одному, к растягиванию диапазона, вот, но не все так просто, но не все так просто, потому что, например, есть случаи, когда диапазон не растягивается, к примеру, вот мы здесь можем сделать вот так, можем сделать вот так, опачки, ничего себе, Lightroom-то, оказывается, улучшает алгоритмы, теперь растягивается, я просто тысячу лет эту картинку не открывал, просто дело в том, что у меня, ну, как бы по Lightroom-у конкретно лекции такой не было давно, и я такой, сейчас я обычно показываю такой у меня заготовленные темы, фразочки, скрипт такой прям сразу, вот, я сейчас такой, хопа, покажу, ну, вот, а тут на тебе, слушайте, алгоритм изменили, хотя RAF остался тем же самым, что было очень много лет тому назад, то есть, это 2012 год, вот, соответственно, как бы работает, молодцы, молодцы, хорошо работает, теперь, теперь вытягивает, но, я все же вам покажу, что я хотел здесь показать, есть, вот конкретно в таких вещах, кроме кисточки, да, вот, вот кисть локальной коррекции, есть еще градиент, он таким вот прямоугольничком, вертикальным выглядит, и, соответственно, вы можете в необходимых местах, этим градиентиком, создать себе необходимую яркость, там, где это необходимо, вот, ну, в принципе, а здесь все у нас уже отлично доработано, вот так, мы, как бы, сохранили весь диапазон фотографий, да, у нас здесь всюду все, все проработано, у нас тут есть, и, собственно говоря, этот автомобиль, вот, на котором я проехал очень много километров, все штаты вот так вот по кругу, вот, ну, и дальше, конечно же, чуть Clarity мы добавим, здесь уже Clarity много не требуется, потому что здесь очень много деталей мелких, деталей, которые вот такие прям контрастные детали, а Clarity, как фильтр средних частот, еще больше увеличивает это, поэтому я бы сильно так не развивал бы этот диапазон, дальше, соответственно, добавляем Saturation, где это необходимо, вот, если нам кажется, что здесь слишком тепло, а здесь слишком холодно, мы просто берем, открываем тот же самый градиент, и уже в этом градиентике, градиенты где? Ну, ладно, фиксим, создадим новый, говорит, градиент, степло, вот, куда-то у меня градиенты пропали, а вот, вот так, вот, повернем, вот таким вот образом, вот теперь картинка выровнена, такие вот дела, друзья, ну и соответственно, конечно же, давайте сейчас, вот на этой картинке какой-то, знаете, какой-то тонировки не хочется, а вот на этой можно, как бы, тут она прям, мне кажется, сам бог велел сюда что-нибудь какое-нибудь, добавить, что-нибудь, какой-нибудь, тот же самый, тело раньше, ой, не-не-не-не, уберем, уберем, нет, давайте мы в кривой сделаем, возьмем диапазон blue, вот, сдвинем точку черного blue вверх, и точку светлого blue вниз, и у нас чуть-чуть поехали цвета, то есть если больше, у нас будет они ехать еще больше, для чего это делается? Это делается для того, чтобы тени сделать более синими, а света сделать более теплыми, вот, соответственно, оно вот таким вот образом и работает, ну и плюс, там можно уже немножко добавить тут, уже чуть-чуть контраста с помощью кривой, вот, и точку черного чуть-чуть убрать, ну и вот такая вот картинка, ну, открыточного типа, типа-типа получилось, вот, вот такие дела, друзья, аналогичным образом полностью, я сейчас не буду сейчас что-то переделывать, доделывать, я просто покажу, просто уже пора заканчивать, у меня осталось пять минут где-то, или около того, вот, с помощью кривой, смотрите, давайте сейчас покажу еще, вот смотрите, вот здесь есть channel RGB, то есть красный, зеленый и так далее, если у вас этого вдруг нету, такое бывает, вот здесь есть такая вот, такой квадратик маленький, вот, он переключает, здесь вот видите, кривая со слайдерами, нажимаете на квадратик, он переключает режим классической кривой, вот, и так, смотрите, то же самое, да, просто пробегаясь, вот, тоже экспозиция, highlights, shadows, whites, blacks, то есть все то же самое, что делали, clarity увеличил, vibrance увеличил, saturation увеличил, что тут еще, немножко синий притемнил, да, в диапазоне luminance, и все, сплит тонирования, зло, и все, без какой-либо, по большому счету, тонировки, вот здесь немножко есть, я сдвигал, здесь вот, синий, как мы делали для тела, оранж, но вот, по крайней мере, здесь, ну, просто для оттенка немножко неба, а так в остальном, все то же самое, все те же самые настройки, то есть тут, по сути дела, даже крутить, вертеть, ну, нечего, то есть все так понятно, или вот там кусочек берега, да, тоже, смотрим, все то же самое, вот, тут немножко тоже над небом поработал, и сдвиг в calibration, на ту же самую историю, вот, так, больше тут ничего не трогал, точно, что-то посмотреть, вроде ничего не трогал, сплитонировал, ну, как бы, по сути дела, вот, если говорить о цветокоррекции, такой вот, человеческой, базовой, для начинающего фотографа, вот этого уже достаточно для того, чтобы делать. Давайте сейчас, я секундочку буквально уделю моменту экспорта фотографий из, из Lightroom, и потом покажу вам, как можно сделать картинку из такой вот синей, более-менее удовольствием, просто объясню вам некоторые нюансы. Экспорт, друзья, экспорт очень простой, выбираете фотографию, которую нужно экспортировать, выбираете здесь файл экспорт, вот, здесь вам сразу же в диалоговом окне предлагают выбрать, куда вы будете экспортировать. Ну, и сейчас у нас есть папочка фото, да, здесь у нас есть lesson, я вот могу выбрать вот эту вот папку, и в ней уже сделать put in subfolder, да, то есть под папку сделать, и я могу уже назвать шпек, ну, в принципе, то, что я делаю. Вот, и тут есть некоторые нюансы. rename to переименовать, это уже сами разберетесь, file settings, image format. Итак, есть, есть различные форматы. Умники любят говорить о том, что нужен TIFF, вот, но если вы фотографию дальше обрабатывать не собираетесь, вам хватит чпега, всегда. Все настолько, что далеко шагнуло вперед, TIFF нужен был тогда, когда камеры были хреновыми, когда цвет от них был хреновый, когда детализация у них была хреновая, гранация цветов была хреновая, и теоретический диапатон был хреновым. Вот, тогда нужен был TIFF. Сейчас чпег вполне себе очень хороший формат, который позволяет даже при необходимости что-то от цвета корректировать и в нем же. Поэтому храните в чпеге, не засоряйте свои жесткие диски всякими ненужными форматами. Далее, color space, внимание, sRGB, sRGB, всегда sRGB, это очень важно. Далее, quality. Quality можно понизить до 85%. Вот, в принципе, это никак не отразится, почти никак не отразится. Но если вы намереваетесь когда-то, потом, в дальнейшем эту картинку, может быть, чуть-чуть подвинуть по цвету, я бы советовал вам все-таки оставлять 100. То есть 85% это для того, чтобы отдать заказчику конечно. Я сделал, на, забирай заказчик. А 100 это для себя выберу. Меньше весит. Вот смотри, к примеру, у меня свадьба, да, вот к примеру, свадьба. Я отдаю на флешке там 8 гигабайт. У меня свадьба из 500 снимков весит где-то, если в полном формате, 100, весит где-то гигов 12. Вот. А 85 она весит как раз-таки где-то 7. Понимаешь? Вот тут, вот и все. Она как раз влезает. Да. Да. Вот. Дальше. Image sizing. Очень классная штука. Смотри, друзья, для всякого рода соцсетей, айфонов и всего прочего, айпадов, ну, уже, может быть, не современных айпадов, но для тех, обычно, айпады имели 2048 пикселей по большей стороне, это в целом больше не надо. Люди все равно работают на мониторах, подавляющее большинство работают на мониторах 1080, да, то есть стандартные Full HD мониторы. Вот. Поэтому 248 пикселей по большей стороне, это вот для большинства людей за глаза. То есть для соцсетей вот так. Facebook, он как раз жмет фотки по 2048 пикселей, поэтому используем его. Вот. Для этого нужно поставить Long Edge, то есть по большей стороне 2048 пикселей, и для соцсетей вам выше крыши хватает. Очень многие спрашивают про resolution. Типа, что, какой resolution поставить? Тебе без разницы. У вас на конечный результат это не влияет никаким образом. Поэтому, если вы когда-то намереваетесь все-таки с этой превьюшки что-то напечатать, оставьте 300. Вот. Если вы печатать не собираетесь, поставьте хоть единицу. Вообще без разницы. Абсолютно. Вот. Если вы делаете для себя любимого, да, то resize to fit отключаете, потому что себе же нужно в полном размере, да, чтобы сохранить куда-то в архив и так далее. для заказчика тоже можно сделать, но обычно можно поставить, там, если вы хотите отдать резанный вариант, то можете поставить, там, не знаю, там, 4000 пикселей, и это вполне себе будет нормально. Или, там, 6000 пикселей, там, поставьте по большей стороне, это тоже будет нормально. Вот. Поэтому имейте в виду, что это вот настройка как раз-таки размера фотографии, на которую он сделает. Тут очень важный момент. Output Sharpen, друзья. Если вы собираетесь ретушировать фотографию, отключайте Sharpen, то есть он вам не нужен. Sharpen – это добавление резкости. Вместо с добавлением резкости он добавляет резкости шумов, в том числе тоже. Добавляет резкость недостатков, в том числе тоже, да, прыщ какой-нибудь, там, грубая кожа, там, еще что-нибудь там в духе. Все это резкость недостатков. Все-таки не успею я вам показать ту синюю фотографию, но, может быть, когда-нибудь мы с вами еще встретимся, я вам покажу. Ну, потому что время уже, к сожалению, подходит. Я думал, что я раньше закончу, но что-то я разговаривался и прям, прям, что-то, что-то шпарит прям. вот. Соответственно, для чего он нужен? Он нужен, когда вы отдаете для соцсетей, да, ставим скрин, resize to fit long edge 2048, да, и sharpening ставим скрин, скрин amount стандарт, то есть, вот таким вот образом. А, если вы отдаете полноразмерный, да, то есть, к примеру, можете там большого размера отдавать, то ставите output sharpening matte paper, то есть, amount стандарт тоже. То есть, он будет более мягко sharpить это все дело, то есть, он будет с нескольким другим алгоритмом. Интересно, это sharpить, в принципе, для печати вполне себе подойдет любительской, обывательской. Для профессиональной печати, сейчас, секундочку, для профессиональной печати, когда вы делаете что-то на выставку или что-нибудь в этом духе, там уже другой алгоритм работы и вообще, вообще другой программ. Да. Да. Как бы так мы просто ко всем фотографиям, ко всей тысяче фотографий применяем один и тот же скрипт и все, алгоритм. Вот. То есть, ну, честно сказать, вот реально, а, слабышечки, что же я не нашел, что ответить. Почему? Все очень просто. Смотри, если я экспортирую, а потом собираюсь ретушировать все это дело, после цветокоррекции перевожу в ретушь, то я просто шарпинг здесь отключаю, и он у меня здесь не работает, и у меня экспортируется без шарпа. Вот. А если это конечный результат, то я могу вот шарпом вот так вот поставить и все. Поэтому мне проще здесь отключать. Вот. Я просто сейчас задумался, в чем разница, почему действительно. Ну вот, 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 как бы вот так. Соответственно, MadPay, представите, все хорошо. Но если ретушируете, уже, собственно говоря, рассказал. Да. Дальше тут всякая метадата, watermarking и тому подобное. Это все такое опциональное, и нужно оно или нет, решать уже вам. Вот. Пост-процессинг, это уже что сделать, после того, как он уже экспортнул все фотки. Вот. Открыть их в фотошопе или какой-то другой программе. Но я, честно сказать, никогда этим не пользуюсь, потому что, ну, как бы, процессы контролируемые должны быть. Вот, собственно говоря, и все. Вот. Давайте, друзья, тогда, наверное, заключение. То есть у меня есть что рассказывать еще, ну, как вы поняли, на два дня лекции по восемь часов. Вот. Поэтому, как бы, когда-то нужно остановиться. И всегда хочется, всегда думаешь, что ты рассказал что-то мало. Поэтому, друзья, тормознемся. В заключение расскажу вам следующую вещь. У меня есть, у меня есть курсы. Соответственно, как бы, я должен что-то прорекламировать, ведь не просто же так я пришел, да, тут рассказываю. Поэтому имейте в виду, что у меня есть курсы. Ретушь для фотографа называется. Ну, и также есть студийный курс. Но вот, если вам интересна обработка, то это конкретно для вас как бы будет, ну, в первую очередь, наверное, интересно, потому что там мы делаем следующие вещи. Сейчас вам секундочку покажу. Домашние, просто покажу, домашние работы, то, что делали, то, что делают люди на этих домашних работах. Ну, давайте мы, наверное, вот, да, вот эту вот картинку можно открыть. Упс. А, ну, это, видимо, не тот вариант. Ладно, фотошопит долго открывать, мне просто понакидали, мои студенты, что, что они там делали. То есть, просто вот здесь сделаны волосы, то есть, это занятие по волосам, то есть, здесь мы делали волосы. Сами видите, кожу мы здесь не делали, здесь вот сами видите, как это работает. Здесь вот, к примеру, там, работа по DodgeBurn, то есть, полностью картинка сделана с помощью DodgeBurn. Вот. Соответственно, вот мы проходим вот такие вот всякие картиночки, то есть, это все домашние работы, интерьерная съемка, соответственно, тоже по всем различным, там, уличный каталог и так далее. Там есть у меня еще и сложные каталоги, которые, студийные каталоги, там все гораздо более сложно. Очень много репортажки, то есть, коррекция отрабатывается на репортажке. Это, как бы, так скажем, не самая лучшая ученица, вот, но она просто прислала мне, поэтому я, как бы, я просто обычно все домашки удаляю, вот, а тут, как бы, решил вам их похвастаться, пришлось где-то их доставать. Вот. Это, как бы, не самая лучшая коррекция, но все равно она хороша тем, что, обратите внимание, насколько ровно все, то есть, ровно в плане, да, одинаково, то есть, цвет в целом весь одинаковый, то есть, имеет, естественно, есть чебешечки, потому что, чтобы они разбавляли некоторую однообразность всего, вот, но, как бы, в целом все достаточно ровно отцветокорректировано, и это хорошо, то есть, это вот такой результат уже вполне себе можно отдавать заказчику, то есть, нигде цвет не прыгает, ничего такого. Вот. То есть, конечно же, можно лучше, вот, но это, как бы, я показывал вам рядовую работу, то есть, чтобы вы понимали, что это действительно, чем мы там действительно занимаемся, а не то, что там показываешь лучшие какие-то работы, вот цветокоррекция, соответственно, таких вот, если коррекция ретушь таких вот снимков, то уже до этого показывала одну ученицу, цветокоррекция другая. Вот. То есть, вот, пожалуйста, вот это вот прям вот очень хорошая работа, я считаю, очень хорошая. То есть, здесь все прям, очень все грамотно сделано, все хорошо, отцветокорректировано, отретушировано, то есть лицо мужчины отретушировано очень деликатно, в общем, вот этими всякими, всеми вещами мы и занимаемся. Вот. Это вот все домашние работы, я вам показывал как раз таки, там полный диапазон от репортажа до, до, до всего, до high-end ретуши. Вот так. Кроме того, давайте я вам все-таки напомню, если кто-то еще не сделал, не снял этот QR-код, а еще мне сказал руководство школы, что вы получите в подарок мастер-класс, именно такой вот, а еще, как вот в этом самом, в этих, в интернет-магазинах, а магазин на диване, помните, раньше такие были там, а еще вы получите совершенно бесплатно набор ножей, да, там, или еще что-то в этом духе, или супертерку. Так вот, вот он, набор ножей, или супертерка, коррекция репортажной фотографии, вот, проблема всех вот этих вот классов, да, все, такой вот, таких, ну, таких мастер-классов заключается в том, что в них нет обратной связи, вот, но и поэтому знать не значит уметь, то есть, когда вы смотрите, вы начинаете знать, а когда вы работаете с преподавателем, потому что у меня на курсах, у меня домашки летают туда-обратно, там, бесконечными доработками, люди могут первую домашнюю работу делать чуть ли не до конца всего курса, и в итоге все равно там сдают, потому что, как бы, я не ставлю плохих оценок, я ставлю только хорошие оценки, но хорошую оценку нужно заслужить, и поэтому бесконечно много отправляю на доработку, ну, это как с курсовой, если вы там, да, иди дорабатывай, иди дорабатывай, иди дорабатывай, иди дорабатывай, вот так, ну, тут то же самое, бесконечные доработки, но в итоге, именно от этого получается результат, от этого получается уметь, это две разные вещи, именно на этой вот ноте я, пожалуй, и закончу сегодняшний мастер-класс по Lightroom, надеюсь, вам было интересно, ну, и еще разок, вот, буду рад видеть вас на моих курсах, и лекциях, и еще вот, Live Classes там тоже, ну, в общем, все сами знаете уже, все, спасибо. Спасибо. Спасибо.